большое спасибо большое спасибо компании что как всегда за поддержку и участие в организации такого нового вида общения с нашими коллегами я решил делать такой цикла цикла по лапароскопии начиная с вопросов общих базовых и конечно потом постепенно мы обсудим все то все что имеется у нас достижение уже продвинутых сферах гинекологической лапароскопии но я считаю и те которые бывали у нас всегда не слушали также такие базовые лекции потому что мы это очень хорошо видим и университетская клиника у нас много обучения вы знаете разные курсы мы проводим и к сожалению мы констатируем что на уровне уже базовых понятий касающихся эргономии использование аппаратуры вхождение полость к сожалению очень 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 много проблем и к сожалению если проблемы появляются в начале а лапароскопии то потом уже думать о том как делать уже продвинутую операцию лимфодомектомию глубокий эндометриоз пролапс уже наверное будет сложно и как раз мы это тоже у нас уже привычка мы иногда даем нашу наше заключение такое можно сказать экспертное по разным записям видео и сразу видно что проблемы они на элементарном уровне неправильно сделано экспозиции неправильно использованы инструменты траккары очень часто плохо расположены и поэтому очень сложно проводить продвинутые операции если просто траккары не стоят правильно поэтому я решил вот начать таких базовых может быть это будет интересно больше для молодых но вы знаете что мы постоянно стараемся обновлять все-таки знания даже по базовым понятиям поэтому может быть даже для продвинутых моих коллег будут какие-то новые элементы я надеюсь поэтому я начну вот как раз нашей самой такой базовой лекции которую мы называем организации я операционные и общие принципы организации лапароскопии гинекологической я вначале не могу не вспомнить профессора брюа которого многие знали им посчастливилось профессора брюа был основоположником лапароскопической гинекологии он основал первое отделение семьдесят шестом году клермон фиране и потом постепенно все развивалось благодаря вот в этом здании благодаря потом была первая команда профессор маш пули арно в отец мишель канис это первая команда потом появились молодые и мы стараемся продолжать так сказать по традиции того что было сделано и самое главное чему нас учили и профессор брюа и другие можно сказать старшего поколения это философия хирургия и особенно лапароскопия и особенно в гинекологии это философия основа этой философии это жизненная философия это максимально щадящий подход щадящий подход поэтому такие первые операции они были как раз такими щадящими то что раньше не делалось например 73 год первое лечение лапароскопической внематочной беременности но это не только просто лечение консервативного то этого лапаротомический просто удаляли вообще придаток а лапароскопический во первых не было большого разреза и во вторых самая главная идея манеса была том чтобы сохранить трубу и это себя оправдала и видите вот практически все первые такие мировые операции были сделаны впервые были сделаны в лимонхеране и конечно сразу появилась идея распространять эти новшества по всему миру профессор брюа правда мировой личностью и он особенно любил на своих российских коллег и сергей штыров был первым наш большой друг который приехал в клерман и благодаря сергею тоже у нас много фотографий из той поры вы можете узнаете многих ваших коллег к сожалению вот наш коллега на молодой к коллега который помоложе меня крис жардона недавно нас покинул к сожалению из-за тяжелой болезни и я могу много фотографий на этом не остановлюсь и благодаря моему большому другу виталию пешнарю мы начали вот такие организованные группы привозить к лермон из-за пандемии была маленькая задержка но я надеюсь что все мы восстановим и будем еще лучше проводить вот эти наши встречи в клермоне а до этого будем общаться вот так онлайн и конечно невозможно было бы разбить не отделение не самое главное тренинг центр потому что самого начала появилось понимание того что надо обучать надо обучать не было тогда сейчас удивительно может быть вам кажется сколько разных центров тогда вообще об этом не было речи и появилась идея сделать такой тренинг центр благодаря помощи карла что за основателя компании а потом мадам шторс и карла кристина который продолжает дело начатое своим великим предкам и это раз фотография у нас в клермоне когда приезжала мадам шторс на открытие нашего нового центра это было двухтысячным году и я еще раз хочу поблагодарить мира по которой душа вот всех этих наших общений с коллегами русскоязычными не только в россии и без мира бы мы не представляем как возможно было бы все это развивать большое тебе еще раз спасибо мира сейчас я начну вот свою такую основную лекцию по базовым принципам лапароскопии и основа основ в чем на слайде на английском но все вы будете понимать самое главное важна безопасность сейчас все говорят о вакцинах во всех странах и видите что происходит такие осложнения которые встречаются один на миллион раз уже вызывают очень много шума один на миллион раз а когда мы будем говорить о хирургии всегда говорили мы говорили о процентах и даже когда десяток процентов каких-то осложнений это иногда считалось допустимым поэтому безопасности она выходит на первом месте везде во всех направлениях во всех сферах и поэтому очень важно как раз вот начинать правильно уже самой организации чтобы свести до минимума я не знаю будет ли так чтобы было одно осложнение на миллион но должна быть вот такая установка максимально улучшать условия чтобы не было осложнений и начало любой работы любой работа это самая важная часть и как раз как я говорил это философский подход начала это самая важная часть любой работы и я еще раз напомню насчет философии вот это картинка аманесса 73 год когда он сделал первое лечение нематочной беременности и это было сделано без камер мы много будем говорить сегодня об аппаратуре было сделано без камер тогда не было камер камеры появились позже в восьмидесятых годах но поэтому я настаиваю на философии самое главное было решение в голове принятие решение того что надо трубы сохранять и вообще большие разрезы не делать это самое главное другой стороны ноги наверное слышали что нельзя быть догматиком то что я говорю и к сожалению так мы а догматизм иногда истекает из того что у нас определенные знания и это нам мешает идти вперед нет знания постоянно бабли обновляются но есть определенные базовые понятия которые не меняются и я буду об обоих компонентах сегодня говорить для успеха на параскопической операции для любой операции можно так подытожить нужны три компонента конечно нужна компетенция хирургическая нужны навыки надо знать что делать как делать и особенно в лапароскопии очень важно работать правильно организованной операционной где имеется все необходимое оборудование это очень важно и из-за того что мы работаем как раз с аппаратуры занимаются этим медсестры очень важно внестезиологическое обеспечение лапароскопии она свою специфику имеет очень важным является командная работа и как раз это тоже очень важная часть философии которую нам передали поэтому я с гордостью могу сказать что клерман фиран отличается от многих мест тем что тут команда тут команда и тут школа и как раз вот для работы команде очень важны также другие факторы человеческие факторы что касается компетенции это тоже надо четко определить что такое компетенция до чем надо владеть это навыки ручные навыки в хирургии хирургия это работа рука но не только да есть такие физические технические можно сказать навыки это индивидуальные навыки но хирургия особенно я считаю лапароскопия отличается тем что это команда работа есть команды такие на которых учатся это пример как раз вот организации в хирургии у нас тоже большие ситуации когда нужно быстро принимать решение но почему я это показываю потому что не знаю вы видели или нет это публикация из журнала педиатрической анестезии в 2007 году работа была сделана педиатрическом отделении хирургическом в одном из госпиталей лондона где была большая смертность детская смертность после кардиологических кардиохирургических больших вмешательства и очень важно иногда посмотреть на наши проблемы со стороны другим взглядом и они пригласили как раз вот инженеров и членов стаффа формулы 1 и поэтому вот рисунок с правой стороны это формула 1 то что мы видели да а слева операционный стол и очень быстро эти инженера они увидели то что мы не видим каждый день может быть такие вещи они обратили внимание на то что очень важно соединение как соединяется разные аппараты с операционным столом терапии как вот нашли проблемы на этом уровне соединения и раз соединения и смертность после такого вмешательства упала и мы я это много раз говорил мы работаем с пилотами эрфанса которые нам тоже дают очень важные цельные советы поэтому очень важно иметь вокруг себя надежную команду и также надежных людей у которых можно спросить о мнении компетенция да это знание это навыки но вот подход эти люди очень важно подходы мы об этом поговорим иногда очень хорошо работают руки но неправильное решение принимается во время хирургии но в любом случае надо знать надо знать но не только теоретически нужно тренироваться и в этом большое преимущество лапароскопии у лапароскопии есть возможность тренироваться вне операционной вне операционной но потому что сегодня на такой принцип очень важный нельзя делать первый раз первый раз на пациенту второй фактор который иногда мы тоже слышим и некоторые говорят вот мне сегодня повезло в операционной нет везению не должно быть место в операционной нужно с ним свести до минимума фактор везения и поэтому надо готовиться готовится ко всему я повторяю том числе на уровне аппаратуры есть жизни факторы и ситуации когда видно что не везет да вот тут не повезло но похожая ситуация повезло но хирургии на это рассчитывать я думаю никак нельзя и к сожалению вот этот дефицит знаний базовых лапароскопии среди участников от продвинутых курсов на работа американская это на насчет этого и я вам это говорил а мы тоже иногда на проводим опрос я вам покажу мы тоже публиковали спрашиваем тех которые приехали на обучение глубокого эндометриоза или промотофиксации даем опросник насчет элементарных вопросов лапароскопии насчет того как входить аксесс какое давление использовать на счет инструмента видите черным темным цветом это неправильный процент ответов 26 не про процентов неправильных ответов на счет вхождения в брюшную полость я об этом еще поговорю но вхождение это как взлет самолета представьте что неправильно происходит взлет 26 процентов случаев вы наверное уже в самолет не будете садиться да те же самые инструменты это мы часто видим постоянно видим я недавно это видел кровотечение из сосуда и для остановки кровотечение из сосуда взяли не тот инструмент взяли инструмент зубчатый инструмент и рано расширилась но это тоже человеческий фактор когда стресс иногда не думаю это просто берут любой инструмент и поэтому опять таки надо готовиться надо готовить голову и надо также готовить конечно руки и опыт ничего не меняет я об этом говорю когда говорю о подразумеваю когда говорю о догматизме видите когда сравнивали ответы люди которые пять лет опыта или больше пяти лет опыта одинаково отвечали то есть к сожалению если неправильно учиться самого начала потом сложно на меняться насчет пневоперитония вы знаете много работ проводим вместе с очагом от сусаки то же самое давление это не просто так давление пневоперитония поэтому очень важно иметь хорошие аппараты инсуфляторы давление меняет среду интроперитонию это то что вы все знаете цитокины факторы роста факторы воспаления и так далее от от этого зависит после операционный период те же самые боли мы это показали на генетическом уровне с очагом от сусаки делала я проводил на параскопе она делала забор от брюшины изучала экспрессию разных генов которые отвечают за воспаление спайка образования однозначно то что меньше болей это происходит на уровне экспрессии генов которые меньше выражены при минимальном давлении и конечно сейчас для нас стало законом мы уже не работаем не то что на 12 миллиметров крупного столба мы работаем от 8 до 10 миллиметров крупного столба а у пациенток возрасте вообще на 6 миллиметров крупного столба и практически у пациентов нет болей и намного лучше идет после операционный период и видите это тоже еще работа насчет того насколько знают электрохирургию и разные базовые принципы поэтому надо готовиться надо готовиться и как в авиации это армав отец один рассказал когда взлетает пилот у него обязательства закончить операцию по-другому не может быть да когда мы начинаем операцию у нас есть обязательство закончить безопасно операцию есть ситуации когда приходится останавливаться но нет надо ее закончить надо закончить его хорошо а правильно безопасно то есть надо в начале думать о том как мы закончим операцию и мы также встречаемся регулярно с ситуациями когда об этом не подумали в начале и поэтому были осложнения и это большая классика хирург принимает решение использовать монополяр для марселяции почему потому что нет марселятора монополяром марселировать просто не то что нет смысла потому что не получится а это элементарное непонимание электричество как работает особенно монополяр монополяр от активного инструмента должен уходить куда-то безопасно а тут смотрите куда он уходит через пешку он уходит к нейтральному электроду и в конце концов огромный ожог огромный ожог на уровне пешки который потом вызвал перитонит через 24 часа был у пациентки перитонит и тут во-первых незнание это раз и второе объяснение тем что не было марселятора и решили не использовать большой разрез сказали вот делаем так разрежем монополяром а потом получилась большая аппаратомия из-за перитонита если вернуться к пилотам да это старая кабина пилотская старые аппараты но вы не можете представить что они сидят вот так а руками перекрещенными и они не знают наизусть чему соответствует каждый показатель что происходит самолетом и с пассажирами это что-то поднимается что-то опускается и так далее то есть полностью надо владеть всем и сегодня большая проблема в хирургии тоже у нас постоянно больше и больше аппараты которые заранее запрограммированы то есть очень много заранее подготовленных программ и это ухудшает ответственность хирургов они считают что производитель написал например на генераторе лапароскопия такая-то такая-то на инсуфляторе там педиатрическая инсуфляция взрослый человек и все стоит нажать на кнопку все остальное у вас ответственности никакой нет это неправда это неправильно вот как раз последние также все катастрофы это наглядно показали что вся эта автоматизация она очень удобно это очень хорошо но как раз есть ситуации и в авиации хирургии когда нужно переходить на ручное управление из-за того что потерянные навыки ручного управления и в голове тоже уже голова не так быстро перестраивается могут быть осложнения поэтому надо всем владеть и особенно когда получаем новую аппаратуру новый аппарат какой-то надо знать как он работает и не начинать без инструктажа его использовать я об этом поговорю и конечно надо понимать почему настолько важно в лапароскопии владеть аппаратурой и владеть пониманием вот среды потому что у нас много таких проблем можно сказать недостатков конечно в кавычках во первых у нас нет чувствительности мы теряем есть чувствительность но она через инструменты мы не так чувствуем ткани на структуры как мы это чувствуем в аппаратами до аппаратами информация идет идет от пальца от пальцев от кисти то есть это вся разная абсолютно более такая богатая информация лапароскопии у нас чувствительности намного меньше и поэтому очень важно иметь хорошие камеры и это самое большое преимущество даже во время приема я всегда пациенткам объясняю почему именно лапароскопически надо делать пролапс и потому что вы знаете пролапс это так сказать моя любимая сфера потому что иногда пациентки говорят а можно ли сделать там иску естественным путем я объясняю что естественный такой путь это не вообще не естественный путь и намного лучше мы видим камерами и когда видим лучше лучше оперируем это сегодня однозначно другая проблема это фиксированные углы подхода к структурам из-за того что у нас тракары фиксированы да вот это все из разных работ где изучали разные углы для диссекции таких гибких мобильных структур у нас жесткий угол который задан тракаром и все ничего больше мы делать не можем поэтому надо как раз много раз подумать пока мы поставим тракары уже предугадать даже в конце операции что нам придется делать большая классика это мимфоденектомия особенно большая расширенная пара артальная если вначале тракары плохо стоят а низко стоят то потом высоко подниматься к аорте пола и вене и сосудам почечным которые являются границей будет намного сложнее и в этом может быть определенное преимущество робота хирургии где у нас появляет появляется дополнительно еще угол а в отличие от стандартных примыслопароскопических инструментов поэтому в любом случае у нас руки завязаны и надо с другой стороны развязать руки то есть максимально внутри брюшной полости использовать все возможности экспозиции чтобы улучшить вот как раз угол подхода к структурам это просто пример того что в лапароскопии у нас 6 степеней свободы в лапароскопии у нас намного больше 36 с учетом всех сочленений всех пальцев и так далее а в роботохирургии добавляется еще две то есть на 7 что касается других таких каких-то принципов чисто механических да например красным цветом то что показано это так называемый рычаг то есть это точка приложения силы вы помните да что было сказано много лет назад дайте мне точку опоры точка опора она опоры она очень важна и проблема в том что лапароскопии у нас на тракар превращается в точку опоры а инструмент превращается в рычаг почему это важно знать потому что если с одной стороны мы прикладываем не очень большое усилие на рукоятку инструмента например на ножницы но этот инструмент он стоит таким образом что короткая часть короткое плечо находится брюшной полости а снаружи у нас длинная плечо инструмента то даже маленьким каким-то нам кажущимся нежным движением мы можем вызвать очень легко перфорацию структуры просто прикасаясь чуть-чуть как нам кажется чуть-чуть визуально прикоснулись к структуре но сделали перфорацию вызвали кровотечение почему потому что сила она увеличивается за счет этой механической формулой которой элементарно известная и которая объясняет то что когда мы прикладываем силу тут рукоятки чтобы эта сила была такой же на конце инструмента плечо а снаружи плечо б внутри должны быть одинаковые длины и поэтому очень важно правильно всегда ставить прокат и думать о таких ситуациях и я всегда можно сказать коллекционирую разные случаи из моей практики других чтобы наглядно это показать вообще сложно мы контролируем усилия очень сложно контролировать ведь как соскочил инструмент потому что мы не контролируем инструмент это была попытка протолкнуть и это часто я вижу попытка протолкнуть кусочки матки марселированные через влагалище в конце гистеректомии то есть сделали большую операцию надо только зашивать влагалище а тут еще придется зашивать пузырь почему то что мы не контролируем наши усилия через тракар дополнительно идут помехи которые нам мешают понять сколько силы мы прикладываем на инструмент это уже видео которое надо было регулировать для одного журнала это крючок который ушел туда мы находимся сзади матки это крючок электрохирургический который застрял на уровне бифуркации аорты то есть тут хирургу повезло что он попал не на подвздошную вену ни на подвздошной артерии ни на аорту и полу вену застряло между ними и что произошло он хотел завести этот крючок в конце операции сзади большой матки для вскрытия влагалища ведь и очень сложно такие вещи делать и не надо такие вещи делать потому что инструмент мы не контролируем он соскочил и конечно у меня тоже есть такие проблемы бывали так учимся к сожалению во время живой хирургии в одной из соседних стран европейских вот спайки у меня очень короткая часть ножниц брюшной полости большая часть ножниц снаружи потому что просто нет места и видите да все таки грубо я касаюсь но не так грубо и видите пешка тонкая пешка припаянная и там ушла сероза то есть произошла десерозизация части кишки из-за того что просто этот фактор себя проявил поэтому очень важно владеть под понятиями эргономии что такое эргономия эргономия это наука сегодня мы много говорим о науке надо верить науке да когда люди выступают против вакцинации может быть другое на другая сфера но однозначно вакцинация построена на науке остальное это предрассудки и фейки то же самое эргономия это наука поэтому это не просто мы так придумали это наука эргономия означает эргон это работа по-гречески номос это закон и это изучение количественное качественное изучение работы работы любой работы любой рабочей обстановки и потом уже выводятся определенные заключения где даются рекомендации законы почему это важно напоминать о законе когда мы касаемся закона правила то надо это и про следовать правилам и законам и исполнять закон но всегда мы говорим и всегда мы знаем что есть исключение из правил и исключение из правил нужно знать но их можно понять и знать только тогда когда знаем основной закон я приведу много таких примеров и вот последнее красным цветом это адаптация между функции инструментом приспособлениям и его пользователям как раз это насчет хирурга насчет того как они как мы используем инструменты но это касается опять таки любой любой сферы деятельности если неправильно подходить и неправильно понимать все этапы операции это важно да на одном этапе мы делает усилия делает усилия какое-то но от этого уже страдает все остальное конечно могут сказать что медицина это не точная наука нет она все таки точная наука к счастью и просто надо знать то что является точным да некоторые говорят я всегда так оперировал всегда так делал пожалуйста у у человеческого мозга а замечательная пластичность можно работать так чтобы экран стоял сзади можно налочиться да но зачем зачем есть работы есть правила вот это одна из публикаций насчет оптимальных оптимальных эргономических правил лапароскопической хирургии ревью работ и гидлайны то есть ревью основанная на рандомизированных контрольных работах на клинических работах на экспериментальных работах и очень часто заключение простые тоже можете сказать зачем я это все знаю нет нет это есть вопрос принципа надо знать элементарные вопросы также и иногда надо их напоминать например сколько нужно ставить тракаров да каждый может сказать столько сколько нужно нет вопрос он опять таки математический вопрос элементарный вопрос то есть ответ элементарный мы работаем с ассистентом один который держит манипулятор мы об этом поговорим и второй который держит камеру у нас четыре руки поэтому в большинстве случаев четыре тракара то есть когда люди ставят три тракара и говорят вот я тремя тракарами или двумя тракарами сделал гистроптомию зачем а что в это время делали эти две руки да зачем не занимать эти две руки я вначале привел пример того что у нас и так руки завязаны зачем еще оставлять без функции одну руку или две никакого сегодня оправдания этому нет эстетика никак этого не оправдывает сегодняшняя эстетика если даже очень низко делать разрез все равно будет видно да этому тоже надо учиться правильно зашивать к сожалению это маленькая такая деталь тут очень большое значение на это обращают и пациенты и врачи к сожалению не во всех странах обращают внимание на то как зашиваются раны после лапароскопических операций значит это большинстве случаев у нас такая установка тракаров что тут очень важным является ставить тракары высоко мы говорим сейчас о базовых понятиях но в основном у нас акцент будет на большие операции для больших продвинутых операций большинство случаев мы работаем позади матки позади шеи и ректор региональное пространство эндометриоз пешка эндометриоз пролапсинго позади маточное пространство если низко ставить ракары мы никогда не сможем подойти к этим пространством правильно может быть подойдем но неправильно подойдем И намного больше риск осложнений и неправильных действий. Вот такая установка тракаров соответствует такому расположению инструментов. Конечно, мы еще раз поговорим. В левой руке всегда биполяр, в правой руке всегда ножницы. Ассистент держит камеру одной рукой левой, правой рукой держит зажим Манеса в большинстве случаев. Что касается оператора, можно переставлять в левой руке ножницы в правой биполяр, но я могу долго об этом говорить. Даже есть работа. Я так учился у Арнаватеза, которого все знают практически. И я думаю, что он не ошибается. И когда мы видим, как он работает, однозначно, ножницы в правой руке в серединном тракаре, они намного лучше работают, намного оптимальнее работают, чем ножницы в левом тракаре. Вот такое расположение тракару в большинстве случаев. Я видел разные, поэтому я привожу. Видите, тут рука ассистента. Я сам ассистировал одному коллеге в одной из стран. Видите, это моя правая рука. Зачем ее не использовать, эту правую руку? Это не очень удобное такое расположение для хирурга. Он устает. Есть работы. Ставили датчики на мышцы, разные мышцы туловища, верхних конечностей. Оказалось, что во время лапароскопии изучали. Очень сильно устают белтоидные мышцы. Делтоидные мышцы устают. И как раз вот такая позиция, она неудобная для белтоидных мышц. Поэтому и тракары высоко должны стоять. Если тракары стоят низко, то хирург нагибается, и у него, во-первых, перегиб позвоночника. То есть все эти элементы изучены. То есть опять-таки это наука. Видите, я снимал разных операционных ассистент держит камеру, а девушка правой рукой, а видите, где левая рука. Это абсолютно для меня непонятно. И напротив хирурга два ассистента. Один камеру держит, а второй держит только инструмент. Две руки, они абсолютно не заняты. Это абсолютно нерентабельно и непонятно. Эта пациентка пришла ко мне. У нас университетский центр. Нам присылают из других мест по более тяжелым проблемам. А эта пациентка пришла по поводу миомектомии. Всегда есть письмо сопроводительное из другого города. В письме было написано, вот молодая девушка такая-такая, то у нее уже занят беременности. И у нее очень плохо расположенная миома. Я сам хотел убрать эту миому, сделать миомектомию, но не получилось. И решил доверить вам, такому центру. Я осматриваю пациентку и смотрю разрезы. Прошу разрешение сделать фотографию. Вот такая была попытка убрать узел. Какой узел? Узел был эпроцерпикальный, но он был небольшим. 3 сантиметра. Ну чем красиво? Просто попробую всю жизнь ходить. Вообще ничего не слышно. Так, не слышно было? 2 минут не было слышно. Хорошо. Ну, если остальное время не было, ну хорошо. Самое главное, слышите сейчас, да? Значит, узел был маленьким. 3 сантиметра позади матки, на перешейке между... То есть он был элементарным. У нас эту операцию мы доверили резиденту. И видите, расположение тракаров. То есть таким расположением тракаров практически невозможно работать сзади матки. Эндометриоз, это сейчас очень популярен. Есть разные ассоциации женщин, которые считают себя... Так сказать, у них проблемы после разных операций. И эта фотография выиграла международный приз. Был даже, оказывается, приз вот таких фотографий пациенток, у которых были операции по поводу эндометриоза. И я читал эту статью, читал историю пациента. Пациентка, глубокий эндометриоз. Ее оперировали, видите, сколько раз там. Она написала каждый год. 2014 и так далее. Раз, два, три, четыре, пять. Пять раз ее оперировали. И у нее опять глубокий эндометриоз. И, конечно, она выступает против хирургов. И для меня эта фотография, она очень интересная. Глубокий эндометриоз, ретроцервикальный, можно сказать. И смотрите, можно ли таким расположением тракаров, особенно вот этим расположением тракаров, убрать ретроцервикальный эндометриоз? Конечно, нельзя, невозможно. Поэтому вот эргономия, я думаю, это основа основ. Для каждой патологии надо подумать, как поставить тракары. Конечно, если нет позади маточной патологии, мы можем низко ставить тракары. Но в основном мы занимаемся вот такой хирургией. Поэтому очень важно правильно и высоко ставить тракары. Я думаю, это элементарно и очень важно. Это публикация 2020 года. Американских хирургов, таких старших, сеньор, спрашивали, что они считают, что нужно учить, обучать и чем надо владеть во время пробинутых лапароскопических операций. Видите, на первом месте они поставили, надо уметь шить. Второе – диссекцию надо делать. Конечно, С – это надо знать, что надо делать. То есть экспертиза должна быть процедурой. И видите, Д – четвертое – ретракция и экспозиция. То есть то, что прошивание выходит на первом месте еще в 2020 году, меня шокирует. То есть лапаротомии этот вопрос не ставится. Если человек учился на хирурга, первым ему не скажут, что надо уметь шить. Это автоматически учится шить. А в лапароскопии до сих пор это представляет большую проблему. Почему? В основном из-за того, что нет обучения. Я – это раз. Я часто вижу, очень плохо стоят ракары. Правильным расположением ракара невозможно шить. Но мы к этому вернемся. В любом случае хирургия – это экспозиция. Я постоянно повторяю. В лапаротомии мы всегда ставим расширители, которые соответствуют операции. В аллоганичной хирургии нужны расширители. В лапароскопии мы иногда смотрим на везение. Если пациентка худенькая, как тут все видно. Если нет, то что делать, как делать. Сегодня есть очень много разных возможностей для экспозиции. Это не руки, потому что не будет достаточного количества рук. Есть выходы из ситуации умные. Есть выходы из ситуации не совсем умные. В лапароскопии для того, чтобы была экспозиция. Первое – тракар для экспозиции использовать не надо, потому что тракар для экспозиции – это потерянный тракар для хирургии. То есть в лапаротомии иногда мы просим ассистента, и можно позвать молодых студентов, которые всю операцию несколько часов будут держать зеркала, и все. Но они не оперируют. У нас всегда систем что-то должен так же делать. У него активные инструменты. И это все через тракар. Если тракар будет вместо зеркала, то это потерянный тракар. Поэтому надо использовать все другие возможности. И у нас замечательная возможность – это использование манипулятора. Опять-таки вы скажете, это элементарный вопрос, о чем он говорит. Сколько раз я видел демонстрацию операции, сколько раз я видел абстракты, доклады на разных конгрессах, где люди выступают, вот я могу делать бистерриктомию без манипулятора, это замечательно, и так далее, разные аргументы надуманные. Зачем манипулятор был разработан Барноватезом для того, чтобы обезопасить пузырь и мочеточники. Все боятся пузыря и мочеточника. Если не использовать манипулятор, если неправильно его использовать, да, риск возрастает. Зачем? Это элементарная вещь. Манипулятор надо всегда-всегда-всегда использовать для манипуляции матки. Иногда не получается. Тогда как раз можно подумать о подвешивании. Даже матку можно подвесить. Это автоматически должно приходить понимание. Да, что-то происходит снизу, не могу использовать манипулятор. Не проблема, переходим на подвешивание. То есть каждый раз, когда возможно, нужно использовать альтернативные методы. Альтернативные методы подвешивания яичников сейчас уже вошло в привычку хирурга. Мы не начинаем работать на глубоком эндометриозе, не подвесить яичники. Мы не начинаем делать миомектомию, когда делаем легирование сосудов без подвешивания яичников, потому что они нам мешают, чтобы найти сосуды и так далее. То есть это стало частью хирургии, так же, как в лаборатомии всегда мы ставили зеркала. И мы продвигаемся, больше и больше структур подвешиваем. Например, при промотофиксации, когда мы об этом потом в других вебинарах будем говорить, иногда тонкий кишечник, все подвешивают толстый кишечник, а иногда тонкий мешает. Ну и что, тонкий кишечник тоже можно подвесить. Иногда сложно выделять брюшину на промонторе, можно выделенную уже брюшину на промонторе, подвесить Т-лифтами, и потом намного проще идет диссекция. То есть каждый раз, когда возможно, можно и нужно подвешивать. Я начну с манипулятора. Это замечательное приспособление, разработанное орноватезом, все его знают. Видите, кажется, большая матка. Кажется большая матка, видите, сам оператор-хирург должен показать ассистенту позицию расположения этого манипулятора. И это очень важная часть. Иногда оператор сконцентрирован на каких-то этапах, сложно идет операция, нужно сразу подумать о том, а может быть, снизу надо исправить ситуацию. И каждый раз диссекция ректовагинального пространства при проляпсии – это большая классика. Меня зовут молодые, которые боятся этой диссекции задней. И первое, что я вижу, нет экспозиции. Не натянуты ткани. Если ткани не натянуты, невозможно делать ректовагинальную диссекцию. То есть все в манипуляции матки, вся диссекция вокруг матки. Вот подвешивание. Это наше старое видео, когда мы подвешивали ректо-седьмойный отдел пешечника прямыми иглами. Очень редко, чтобы я такое видел, чтобы не было вот этих жировых подвесок. Практически они всегда имеются. Надо пройти через жировые подвески, поэтому надо владеть и водержателями и так далее. Это видео, наверное, из нашей старой клиники, поликлиники, то есть, наверное, больше 15 лет. И все это тоже должно быть отлажено. Это начало операции. Если медсестра, тут медбрат, Джампер, он помогает, если медсестра, медбрат не знают, зачем я прошу эту иглу, что надо делать, это медсестра, медбрат захватывают эту иглу снаружи. Вот это и есть командная налаженная работа. Очень часто говорят, в лапароскопии намного больше времени уходит, я разрежу и так быстрее сделаю. Нет, уходит много времени из-за того, что вот такие этапы, они не налажены, не налажены между членами команды. Вот разные методы подвешивания яичника, Т-лифт, мы об этом более детально потом поговорим. Это просто пример замечательного тоже приспособления, придуманного орноватезом. Он очень удобен с точки зрения как раз у пациенток с ожирением, он длинный инструмент, поэтому можно проводить через любую толщину. Другие, например, прямые иглы, они не очень удобны, когда у пациенток ожирение. Вот я говорил, дети, маленькая матка, у пациентки какая-то проблема с шейкой, она на менопаузе, невозможно снизу манипулировать. Но нужно остановиться, нужно уметь останавливаться на каждом этапе и переходить на что-то новое. Вот, можно матку так подвесить, можно подвесить через две круглые связки, можно по-разному подвесить. И после этого я могу уже сделать заднюю диссекцию. Когда мы делаем диссекцию пузыря в открытой хирургии, в гистеректомии или при кесаре, что мы делаем? Отделили пузырь, ставим зеркало, то же самое. Сейчас у меня автоматизм. Я отделил пузырь, я всегда его подвешиваю. Во-первых, ассистенту не придется больше к нему прикасаться при брошивании, при разных этапах, при накладывании сетки и так далее. Он уже на своем месте пузырь, и у меня пространство останется открыто. Сегодня все это вопрос уже привычки, которое перешло уже в такую надежную привычку. Что касается других элементов, на экране надо все видеть. Это тоже проблема лапароскопии. Если в лапаротомии у нас есть так называемое периферийное видение, в лапароскопии у нас тоннельное видение. То есть есть часть информации, которая не видна, и это большая классика, это тоже группа таких специфических осложнений. С электрохирургией иногда происходит механические ранения вне поля, потому что иногда грубое движение инструмента, даже тракара, может ранить кишку зафиксированную. Вы вспомните механизм рычага, короткая часть даже инструмента, который брюшной полости, это как раз и есть опасность. Если грубо делать движение, и этот кончик короткий уходит вне поля зрения, из-за того, что сила умножена длиной плеча, то можно очень легко ранить разную структуру. Поэтому вот видеть вне кадра – это очень важно. В любом случае, надо представлять в голове, что вне кадра также что-то можно напортить, и поэтому об этом надо постоянно думать и улучшать обзор. Когда я спрашиваю на лекции, где мы находимся, не сразу все отвечают. Сложно сказать, где мы находимся. Нет ориентиров. Поэтому это, конечно, Дуглас. Надо отойти. И как только у нас появляются дополнительные ориентиры, то это все маточные связки, яичники. Как раз мы сразу понимаем, где находимся. Да? Вопрос? Так. Батоном Мира, все нормально? Да, да, все нормально. Просто некоторые доктора не отключают микрофон. Хорошо. Стараюсь их отключить, но… Когда в хирургии… Все эти идеи у меня появляются после разных публикаций. Была публикация насчет ранения мочеточника в эндометриозе, и там описывали ситуацию, когда человек режет там кишку, что-то, что-то, и не представляет, что вне поля своего зрения может быть находиться другая структура. И как раз, когда что-то сложно идет, много крови, не видно, где мы работаем, надо остановиться, надо расширить поле зрения и понять, нет ли опасности рядом, вокруг. Почему я на этом настаиваю? Потому что, во-первых, много примеров. Вне поля зрения, тоннельное видение, находятся очень часто ассистенты. Мы иногда просим ассистента, поменяй инструменты, и они всегда под напряжением стресс, и они достают инструменты, но выводят без контроля. И можно задеть кишку, это большая классика. Можно задеть даже просто брыжейку, ничего тут, конечно, не происходит, но все-таки определенный стресс. А тут, посмотрите, такое же видение тракара и инструмента. В этом углу мы очень часто видим, что спайки между цекумом и стенкой душной, и как раз там ситуация, это сквозное ранение цекума. Видите, да? Содержимые кишки – это большое-большое ранение цекума, как раз вот так, насквозь сквозное, просто таким грубым, быстрым и слепым видением инструмента. То же самое с левой стороны. У меня нет видео, но у нас был случай очень тяжелый, много лет тому назад, перед ранением вот таким ранением, незамеченным при видении. Особенно оператор часто вводит-заводит инструменты и выводит инструменты. Поэтому это тоже может быть такой философский принцип. Я стараюсь минимально вводить и выводить инструменты. Это другой вопрос. Мы иногда дискутируем даже с Мирабом, и об этом поговорим в конце. Нужно минимальное количество инструментов, чтобы минимально вводить, выводить. Но нужны многофункциональные. Вот как раз Руби де Поляр, он многофункционален. Он в основном десектор, он может что-то придержать, и он делает гемостаз. То есть можно все этапы до шитья сделать так, чтобы вообще не один раз не выводить инструмент. Просто иногда мы его выводим для чистки. Но когда обратно заводим, нужно всегда помнить о такой ситуации. И из-за этого тоже надо ставить высоко тракары. Следующая проблема – это читать изображение. К сожалению, человеческий ум тут насчет мужчин написано, но у всех такой ум. Они всегда сконцентрируются на чем-то, что притягивает внимание. Но большая часть информации, может быть, более важная и опасная часть информации, она сразу не видна. Видите, тут Кинг-Конга. Поэтому я всегда говорю молодым и на лекции, надо сразу читать полностью все изображение. Что-то сразу притягивает, но может быть важное, очень важное. Мочиточник, он где-то запрятан, не очень далеко, но он не виден. И до него остается миллиметр буквально, когда мы что-то режем. Поэтому надо читать все изображение. И это тоже, опять-таки, не просто такие умозаключения какие-то. Нет, это наука. Наука, психологическая наука. Есть так называемый треугольник Каниза, который используется для психологических тестов и говорят человеку, вот треугольник. Но тут никакого физического треугольника нет. Этот треугольник представляет человек в своем уме, в голове. То же самое иногда нам что-то кажется, что мы видим. На самом деле физически этого нет. Если вернуться к хирургии, это большая классика. Молодые иногда видят какую-то структуру, которой ее там нет. Она не может быть там. То есть есть иногда путаница в голове. И это известный факт. Вот эта работа, она очень важная, интересная. Называется «Причины и превенция ранений желчно-выводящих путей». Анализ 252 случаев и анализ с точки зрения человеческих факторов и когнитивной психологии. Были ранения Холедоха. И были записи видео, ретроспективно обсуждали с хирургами и говорили, вот на видео видно, что это Холедох, который вы перерезаете или вы ставите клипсу. И хирург говорит, да, конечно, сейчас я замечательно это вижу, но во время операции я не думал, что это Холедох. Для меня это был цистикус, это была артерия и так далее. Поэтому ретроспективно, когда мы должны, это тоже очень важно, почему спортсмены, почему спортсмены всегда делают так называемый дебрифинг, почему всегда пилоты делают разборки полетов. Пилоты нам говорят, разбор полетов – это после любого полета, это не только после того, когда что-то произошло, после любого. В хирургии мы этого не делаем, и это очень плохо, тем более это было бы интересно в лапароскопии, когда запись у нас операции. Мы этого не делаем. И как раз во время операции что-то мы не видим, а потом нам кажется элементарным, когда мы делаем монтаж фильмов своих собственных, иногда думаем, как я это не увидел, как это я пропустил. Это все такие человеческие факторы, которые объясняют осложнение. И медико-легальность. Вот эта пациентка к нам пришла после аборта, то есть она пришла по поводу аборта, а ей ставили клипсы на трубы несколько месяцев тому назад. То есть она себя считала свободной, ей не нужна контрацепция, и вдруг беременность нежелательная. И, конечно, она пожаловалась, и большая была проблема, и так далее. Мы сделали лапароскопию, потому что на рентгенограмме были видны клипсы брюшной полости, и, конечно, не было понятно с обоих сторон, они кажутся на своем месте. А в лапароскопии они с обоих сторон были на складке брюшины широкой связки, а труба с обоих сторон была проводима, и она была очень красивая, нормальная, и так далее. Как это можно объяснить? Опять-таки психологическими факторами и такими когнитивными, мы это очень хорошо знаем. Хирурги говорят, вот мне надо сейчас сделать лифонектомию, вот это лифирование труб, это элементарная операция, за 10 минут я ее сделаю, доверю кому-нибудь, молодому и так далее. И вот такое пренебрежительное отношение к маленьким простым операциям могут вот так плохо закончиться, это большая классика. И второе, при таких операциях, я это знаю, я это видел, не ставят манипулятор, думаю, зачем ставить тут манипулятор, зачем ставить там 4 тракара и так далее. А если нет экспозиции, у некоторых пациентов, да, разные складки, мы это знаем, это большая классика, когда мы делаем гистероктомию, просим первый этап, просим ассистента захватить круглую связку, да, мы этим начинаем. И практически каждую неделю такое бывает, ассистент захватывает не круглую связку, а захватывает вкладку брюшины широкой связки, да, то есть может быть такая путаница визуальная, поэтому надо знать принцип и до того, как что-то резать или скоагулировать, должна быть полная уверенность, что это та структура и есть. Поэтому у нас такое правило, если мы видим замечательно, если знаем, что такая структура, она и есть, мы ее режем, кальгулируем и как только маленькое сомнение, надо делать диссекцию. И следующий вопрос, это очень важно, будет диссекция, но до этого вернемся к зрению. В чем проблема? У нас зеркальное зрение в лапароскопии, это первое, и второе, есть такое понятие, ось обзора глаз, орган и рабочая ось, это ось, которая проходит между руками, эти рабочими руками, да, в лапаротомии эти две оси, они параллельны, да. А что может произойти в лапароскопии? В лапароскопии из-за фиксированности тракаров рабочая ось, которая проходит между двумя руками, она остается, не меняется, но в зависимости от расположения экрана, в зависимости от того, в какую сторону смотрит человек для контроля за операцией, ось рабочая и ось обзора отличаются. Ревас, включите звук у себя. Я бы хотел, но мне не разрешали. Не, 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 все уже, спасибо. Хорошо. Одну секунду. Уважаемые доктора, пожалуйста, выключите у себя и звук, и камеры. Нам приходится слушать ваше личное общение. Пожалуйста. Это мешает лекции. Спасибо. Что должен быть параллелизм между рабочей осью и осью обзора для ассистента, для оператора. Видите, тут ассистент ставит свои тракары. Я доверяю постановку тракара ассистента. Он смотрит на свой экран. Я смотрю на свой экран. Есть ситуации, я видел, мне приходилось работать в операционах, я это потом покажу. В одной из статей все это досконально описано. Как должен стоять экран. Даже высота экрана. Почему? Вот стойки. У очень многих стойки. Стойка не позволяет адаптировать высоту экрана к оператору. К сожалению, не все операторы одинаковой высоты. Поэтому по этой работе экран должен стоять всегда на уровне глаз. Чуть-чуть ниже, но ни в коем случае выше глаз. Поэтому подвешивающие системы, которые передвигаются вертикально, они намного удобнее. И очень важно то, что я говорил. Ассистент должен смотреть в свою сторону и координировать действия с оператором таким образом, чтобы не смотреть на его экран. Надо подстраивать экран на высоту оператора обязательно. И нужно иметь минимум два экрана. А вот одна ситуация, одна из стран, тоже соседних, можно сказать, Швейцария, в Женеве, где я оперировал один раз, соседняя операционная, я насчитал раз, два, три, четыре, пять. Еще шестой экран, большой экран на стене. Видите, для каждого, в том числе для сестры, свой экран. Это абсолютно нормально. Я считаю, так и должно быть. Очень важным является всегда смотреть на экран. Что бы ни происходило в операционной, надо смотреть на экран. Есть ситуации, когда мы отводим глаз от экрана, потому что ищем инструменты на операционном столе, что-то забыли достать, надо еще. Когда вы читаете книгу, вас зовут по телефону или по другим делам, вам нужно время, чтобы найти то место, где вы были. А в хирургии это может плохо закончиться, особенно при сложных диссекциях, при кровотечении. Как я говорил, очень важным является знание прошивания, диссекции, знание процедуры экспозиции, но на втором месте, видите, все-таки была диссекция. Это статья 2015 года. В Соединенных Штатах смотрели, как готовы резиденты после резидентуры. Они идут на фэллоушип. Фэллоушип – это другое. Это специализация, резидентура общая. И они идут, например, в репродуктивную хирургию, в онкологию. Остановимся вот на онкологию. Красным цветом – это онкология. То есть те резиденты, которые обучались уже специализации, а потом еще узкой специализации хотят обучиться онкологии, эти красным цветом, если посмотреть, какие у них навыки по диссекции, практически у половины навыков нет. 50%, больше 40% чуть-чуть, у них есть навыки по диссекции. Можете представить, делать онкологию без навыков диссекции. Поэтому надо этому учиться и надо понимать, что все те техники, которые мы, к сожалению, иногда видим, все те операции, где диссекции нет, я извиняюсь, может быть, учить агрессивно, это не хирургия. Хирургия – это экспозиция, хирургия – это диссекция. Это диссекция ректовагинального пространства. Тут еще другая информация в этом видео. Не кровит, не должно кровить, потому что вы это слышали от Орноватеза, bubbles, bubbles, пузырьки. Все и много идет от него. Пузырьки, вот это и есть пузырьки. Что это такое? Пузырьки – это углекислый газ, под давлением входят в плечатку низкой плотности. Структура влагалища впереди и сзади кишка – это плотные структуры. Между ними есть всегда клетчатка. Туда входит газ, и это и есть пузырьки. Представьте, что вместо пузырьков туда заходит кровь или вода. У вас нет пузырьков. Поэтому вы не можете использовать самое большое преимущество лапароскопии. Лапароскопия – это пневмодиссекция, это эффект шампанского Орноватеза. Поэтому не должно кровить, не должно кровить. И лапароскопия – это фантастика. Лапароскопия нам позволяет понять даже эмбриологию. Я это постоянно говорю. Почему эта диссекция ректа вагинальная при пролапсе? Она самая простая. Эндометриоз – другое дело. Она самая простая, потому что она построена, она основана на эмбриологии, на понимании эмбриологии. Влагалище и кишка – это разные эмбриологические структуры. Когда они развиваются, кроме нижней трети, когда они развиваются, между ними никакого соединения нет, кроме нижней трети. И поэтому между двумя структурами сосудов не может быть. Там нет никаких сосудов. Самое важное – найти вход в это пространство эмбриологическое. И там как раз вот эти пузырьки. Нашли вход, потом должны идти по пузырькам. Не должно кровить, потому что мы потеряем это пространство. Такие элементарные операции. Но я не считаю их элементарными. Вылучивание кист эндометриоидных. Тут тоже диссекция. Эти операции непростые. Поэтому сейчас большая мода у лазера в разных кругах энергии, которые губят яичники, чтобы не говорили. Все это основано на том, что диссекция сложная. И, к сожалению, люди ищут простые выходы из ситуации. Но простые – это не означает, что это лучше для пациентки. Это лучше для фирмы, которая лазер делает. Но ни в коем случае лучше для пациентки. Надо учиться шитью. Неважно, кто оперирует. Тут тоже очень интересный пример из общей хирургии. Это печень, вы узнаете, спайки. То есть в тяжелых случаях спайки. И делается разрезание чего-то в спайках. В этом месте, если посмотреть на анатомию, это правая доля печени, передняя часть. Там ничего не должно быть на краю. Это крайняя часть доли печени. Там ничего не должно быть. Но когда делается сейчас еще разрез гармоническим скальпелем, мы об этом поговорим, когда будем говорить об энергиях. Я не против этих инструментов, но у них недостаток. Они не так хорошо делают диссекции и не так спонтанно человек делает диссекцию. Рубль биполяром мы спонтанно делаем диссекцию, потому что это было разработано ватезом для диссекции. А ультразвук спонтанно мы режем, но не делаем диссекцию. Если вы сейчас посмотрите, это и есть общий желчный проток. Что он тут делает? Как раз дело в том, что тут анатомия нарушена. Это после холецистита осложнение и так далее. Поэтому как только есть сомнения, для меня эта ситуация сомнительная. Я бы тут не разрезал, я бы вначале сделал диссекцию и только после этого разрезал. Следующий вопрос – это гемостаз. Это у нас в тренинг в центре стойка. Нас иногда зовут к стойке. Вот такая ситуация. Что тут делать? Я иногда шутя им говорю, мы отключим свет для вас. Все, сегодняшний день закончим. Game over. Или сделаем лабораторию. Это очень сложно, когда на этом этапе. Да, конечно. И самое главное, гемостаз должен быть превентивным. И это особенно важно в лапароскопии. Почему? Потому что в лапароскопии время, которое уходит на гемостаза, особенно когда кровит уже, он намного длиннее. И сам процесс намного сложнее, чем в открытой хирургии. В открытой хирургии, когда что-то кровит, все автоматически, интуитивно прикладывают свой палец и уже что-то выигрывают. Потому что больше не кровит. Останавливается сразу. А, к сожалению, в лапароскопии люди теряются. Потому что в основном кровотечение начинается, когда режут механически ножницами или электричеством. И тут нет пальца, чтобы прижать. Нет рядом инструмента, которым можно было бы зажать. Это если инструмент с зубчиками, им нельзя зажимать. Видите, время теряется. Если время теряется, к сожалению, закон подлости, эта струя бьет прямо в оптику. И уже потом катастрофа. Ничего не видим. Время потеряно. Иногда доходит в зал апароскопии. Поэтому особенно важно делать превентивный гемостаз. Когда мы это постоянно повторяли, для себя повторяли в голове, мы дошли до того, что в большинстве операций, за исключением эндометриоза, можно сделать операцию так, чтобы не было капельки крови. Это дошло до того, что я сам лично уже давно не подключаю, а всегда, систему ирригации. Система, она двойная. Как она называется? Ирригация и аспирация. Она всегда двойная. Нет отдельной ирригации, нет отдельной аспирации. Всегда аспирация подключена. Почему? Потому что аспирация – это как наши салфетки во время хирургии открытой. Кровит. Мы прикладываем салфетку. Лапароскопии тоже самое. Кровит откачиваем, но не моем. И это повторяем постоянно. Мытье – это ошибка, ошибка, ошибка. Потерянное время из-за того, что мы теряем слой, мы теряем время. И мы теряем время, чтобы потом эту жидкость, которая ушла во всю брюшную полость, потом ее откуда-то забирать. Поэтому очень важно быть превентивным. Да, технология, она очень важна. Биполяр, клипсы иногда могут быть в онкологии. Но самое главное – это ваше решение. Ваше решение, то есть не допускать кровотечения. Надо правила соблюдать. И как только кровит, вот надо захватить. Захватить. Этот инструмент Манеса, он был разработан для трубной хирургии, для вскрытия труб. Поэтому он острый. Но он как Келли или другие инструменты в лапаротомии для того, чтобы захватить сосуды. То же самое у нас, когда есть медсестра, которая помогает во время операции, их меньше и меньше. Но если она есть, она знает операцию и она всегда смотрит. И я иногда периферина вижу, что в тяжелых таких ситуациях у нее уже рука лежит на этом инструменте. Чтобы если что-то закровит, сразу она мне даст этот инструмент вместо ножниц. Это тоже очень важно. Люди иногда теряются. Какой инструмент убирать? Ножницы надо сразу убирать. Ножницы виноваты. Раз, ножницы мне очень сложно зажать. Поэтому надо сразу убрать ножницы, зажать эти, потом почистить. Видите, мы не моем. Хорошо, иногда можно помыть тоже. Но самое главное – зажать и идентифицировать, что за структура. И только потом, только потом сделать гемостат. И почему не надо мыть, я это много сказал. Мы теряем время, теряем слой. И я еще дальше пошел. С правой стороны, я не знаю, все видят или нет, часть текста. Это очень много работ из перитониального диализа, из нефрологии. Очень много параметров изучали. И оказалось, что когда промывается брюшная перитониальная полостью одним литром жидкости, то эта жидкость забирает 60-80% общего числа макрофагов. Макрофаги забираются из брюшной полости. Сегодня тоже у нас намного больше знаний по иммунологии. Мы знаем, что макрофаги – это первая линия такой защиты, неспецифической защиты организма. И они очень важны. Если мы забираем 80% макрофагов, мы должны подумать о том, что это плохо. Почему? Потому что те же работы показали, что 90% этого начального количества восстанавливается только через 72-84 часа. И поэтому после операции у вас брюшины остаются беззащитные. Сколько бы вы антибиотиков не давали, это не антибиотики защищают, это макрофаги защищают. И первая линия защиты. Эту линию вы убрали, поэтому это очень плохо. И я настаиваю, особенно при использовании сеток, потому что, что бы мы ни делали, попадают все равно в микробы брюшную полость. Если вы мыли, 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 там сетка беззащитная, и вы повышаете риск инфицирования. Есть много статей насчет этого, можете посмотреть. С точки зрения техники, это не симуляция. Просто так получилось, это левая сторона. Леваторы, они уже выделены, видите, в глубине леваторы, да, желтым цветом видно. Колодец. Но колодец чистый. У меня что-то кровит выше, там, где средино-ректальные сосуды. Если я сейчас начну мыть, то эта жидкость уйдет в колодец чистый. И потом там я потеряю экспозицию леваторов, потеряю время, чтобы это там чистить и так далее. Зачем? Тут вы не слышите, но я откачиваю, делаю аспирацию, делаю гемостаз и все. И делаю все, чтобы жидкость не ушла туда глубоко. Тут я специально делаю симуляцию. Видите, чуть-чуть промываю. Видите, она, жидкость уходит везде, во-первых, я время теряю, чтобы ее убрать. И там, где было чисто, уже загрязнено. Много-много примеров я могу привести, да. И самое главное, поэтому я настаиваю, должен быть у вас мощный отсос. Мощный отсос. Он всегда должен быть подключен, он должен быть готовым всегда. Но задачей должно быть вот минимальное количество в конце операции. Это конец операции, вот должно быть такое. Также у нас такой критерий. Это от новотеза мы переменяли. Мы оцениваем резидентов по количеству крови вот в этом бокале, так сказать, или в флаконе аспирации. Должно быть минимальное количество. И иногда вот при сложной ситуации, что мы делаем? Лапаротомии мы берем тупфер. То же самое я делаю в лапароскопии. Тут сложная диссекция промотория, все равно кровить. Я делаю вот такую диссекцию, просто вот тупфер лапароскопический для меня. Есть такие тупфера лапароскопические, но их можно потерять. Поэтому я не думаю, что это хорошая идея. Очень хорошая организация нужна, чтобы не забыть тупфер в брюшной полости. Я использую систему аспирации. То есть я нажимаю на аспирацию, одновременно я делаю диссекцию. Я вначале говорил насчет правил и исключений. Когда есть правила, есть всегда исключения. Это примеры. Яичник, когда подкравливает, мы знаем, что очень плохо коагулировать яичники. Но иногда приходится. Поэтому надо мыть, чтобы точно видеть сосудик. Особенно при эндометриомах. И обычно это маленький сосуд. Очень маленький сосуд. Его невозможно не увидеть, если не промывать. Мы моем только для того, чтобы увидеть сосуд. Дермоидные кисты. Конечно, не надо их разрывать, надо мешки и так далее. Но иногда происходит разрыв дермоидных кист. И дермоидные кисты содержат токсичную жидкость. И эта жидкость, вы знаете, она иногда прилипает к душине. Невозможно ее убрать. И есть экспериментальные работы, которые показали, что тут как раз выход в обильном промывании. Несколько десятков литров жидкости. Теплые надо использовать, чтобы убрать полностью. Вы не видели, может быть, или видели, может быть, что такое перитонит после такой жидкости. Химический перитонит. И поэтому надо все делать, чтобы эту жидкость убрать. И последняя глава. Очень интересная. Я знаю, что могут быть вопросы насчет марселяции. Другая глава может быть. Но вот после марселяции, да, мы продолжаем делать марселяцию, пока у нас есть ратокат. И в мешке делаем. Но, несмотря на все, иногда разбрасываются кусочки. И в рекомендациях написано, надо обильно промывать после марселяции всю стенку, переднюю брюшную стенку. Потому что иногда прилипает там, на передней брюшной стенке, да. И когда вот в конце марселяции мы промываем, вот эта жидкость, она иногда сносит вот такие маленькие кусочки, которые мы бы не смогли увидеть. И последнее. Чем мыть? Это тоже для меня такой вопрос очень важный. Поэтому в деталях я остановлю. Пожалуйста, то, что называется физраствором, не является никаким физраствором. Это как раз вот в голове путаница. Физраствор не означает, что это хорошо для брюшной полости, особенно у лапароскопии. Лапароскопия из-за того, что мы используем СО2, углекислый газ. Углекислый газ плюс физраствор дает химическую реакцию, которая дает, эта химическая реакция, образование угольной кислоты. Угольная кислота, она слабая кислота, но все равно это кислота. И когда операция длится долго в лапароскопии, эта кислотность повышается. Это элементарно очень много работ. Появляется отсыпь доз брюшной полости и работа вот с правой стороны, то, что видно, электронная микроскопия брюшины. Брюшина страдает. Начинается оксидативный стресс, начинается некроз и так далее. И это вызывает боли, это вызывает спайки. Есть экспериментальные работы, мы тоже над этим работали, где говорится, что одна из причин диссеминации рака в лапароскопии – это как раз использование СО2 и этот ацидоз. Есть работы, где сравнивали экспериментальные СО2 с гелиумом, да, при гелиуме меньше диссеминация протогелия, нельзя использовать в лапароскопии. Это все к тому, что вот надо знать свою среду, где вы работаете. И заключение простое, практичное, нельзя использовать физраствол, просто это закон. Надо использовать рингер-лактат. Рингер-лактат. Почему рингер-лактат? Потому что лактат – это буфер, это щелочный раствор, и он уменьшает ацидоз. Вот это и есть объяснение. Рингер-лактат на это написано. Есть работы. Рингер-лактат. Только рингер-наклад. Это, конечно, такая шуточная фотография. В одной из постсоветских стран я это нашел, но это очень хорошо. Надо нагревать. Когда мы много моем, что происходит? Когда мы много моем, жидкость забирает тепло. И поэтому сегодня известно очень плохо, когда пациентки переохлаждаются. Есть работа трассы, снаружи мы их нагреваем, но основной источник забора тепла – это жидкость. Поэтому, если мы моем, надо нагревать и мыть только нагретой жидкостью. Сейчас переходим в последние главы. Организация операционной. И коротко об инструментах. Это вообще в английском называется театр. Операционный театр. По-русски не так звучит, но по-английски всегда так. Почему? Потому что вначале так и было. В амфитеатре операции делались. Были просто люди, которые приходили, даже не врачи, которые наблюдали. Это было даже очень принято в высших сферах общества. Приходите смотреть на операции известных в то время личностей, которые были хирургами также. И это так и осталось. Амфитеатр. Наверное, из-за ковида это, конечно, все и так исчезло, но и так исчезнет. Вообще присутствие людей в операционной. И постепенно мы перешли на то, что туберменез назвал эндоплуком. То есть все происходит внутри, но с другой стороны лапароскопия позволяет увидеть большему количеству людей, вот как сегодня, например, всем практически увидит то, что очень сложно увидеть при лапаротомии. Поэтому это и является одним из самых важных преимуществ лапароскопии. Это разные операционные разных стран мира. Это просто к тому, что по-разному операционные организованы. Но самое главное – понимание того, что очень важно иметь экраны. И самое главное – видение. Это просто аллегория насчет того, что у нас никогда не будет большой операционной. Везде, во всех странах, к сожалению, операционные маленькие. Даже на маленькой площади можно организоваться рационально и организоваться, как тут вы не можете представить, что они не расположены как-то умно таким образом, что каждый сразу вошел бы в свою роль, в свою функцию. Я говорил насчет стойк. Да, стойки, может быть, они интересны, но намного важнее и намного интереснее системы, вот такие с подвешивающей системой, где экраны можно подогнать под высоту каждого оператора. Я не буду говорить, потому что невозможно обо всем говорить, хотя я очень люблю эту тематику. То, что тут синий цвет – это не случайно. Синий под синим цветом глаза меньше устают, поэтому идеальная операционная должна быть освещена или синим, или зеленым. Есть разные еще элементы, но об этом я сегодня не буду. Это возможность виртуально управлять аппаратами, системой ССБ и так далее. Проблема, опять-таки, человеческий фактор. Вот все это у нас есть, но, к сожалению, некоторые медсестры, они предпочитают еще свою голову перед экраном и на стойке основной там менять что-то на экране, вместо того, чтобы на виртуальном где-то далеко, даже в некоторых листах, эти экраны имеются виртуально, оттуда всем управлять. Эта система старая, сейчас у нас как раз будут апгрейды, когда вы некоторые приедете в следующий раз, у нас будет новая система передачи. Элементарная вещь, это удивительно, но недавно тоже я это видел, руки вдоль туловища. До сих пор это такой вопрос обсуждается. Если есть у меня такая коллекция фотографий, это из-за того, что как раз в некоторых странах, к сожалению, до сих пор это так и продолжается. Рука вдоль туловища, и нужно с этим бороться, и добиваться от анестезиолога, чтобы были руки вдоль туловища. Для меня основное, почему я на этом настаиваю, таким образом я не могу сделать продвинутую хирургию, потому что для продвинутой хирургии я сказал, тракары должны стоять высоко. Если тракары стоят высоко, то оператор поднимается выше, и он упирается в руку. То есть если упираться в руку, я не смогу работать оптимально. Поэтому очень важно, чтобы руки были вдоль туловища. Никакого оправдания сегодня этому нет. Никакого. Никакого-никакого этому нет. Вот так они у нас расположены. Я специально сделал большую сходку, то есть зум на систему перфузии. Специальная система перфузии, которая не перегибается, как душ от шланга. Даже референс я поставил. И поэтому сегодня это никакой проблемы не должно вызывать, что перфузия где-то далеко. Если анестезиолог говорит, что не будет доступа к венам, это опасный анестезиолог, потому что доступ к венам нужен, особенно при геморрагической катастрофе, при коллапсе. И коллабированные переберимные сосуды, они непригодны. При большой кровопотере всегда нужно подходить к большим сосудам. Центральным сосудам, и они всегда доступны для анестезиолога. То есть периферийные сосуды – это не оправдание. Ноги чуть-чуть раздвинуты для манипулятора. Позиция Тренденбурга должна быть максимальной. Это не наш стол, просто так из моей коллекции. И просто маленькая, чтобы чуть-чуть вы отдохнули, Тренденбург, я не знаю, видели или нет, для чего Тренденбург был придуман. Это статья из публикации некого Тренденбурга, который был кто? Был уролога. И он предложил такую позицию. В то время не было столов. Он сам разработал первый стол. Это его ассистента держал вот так ноги пациента. Почему я настаиваю, что это был уролог, если посмотрите, это мужчина. Это на операциях на предстотелой железе, чтобы кровь отошла до начала операции, чтобы меньше крови было. Для этого была идея, чтобы меньше крови вставили в такое положение, а потом постепенно уже было использовано в других показаниях, и особенно для лапароскопической гинекологии. Организация операционная, мы сказали, два человека работают, и вот распределение инструментов. Почему тут тоже то, что я вначале сказал, в левой руке биполяр, правые ножницы. Это у нас интуитивно, у правшей левши, они могут по-другому. Они могут стать вообще с правой стороны пациентки. Мы стоим с левой, когда работаем в тазу. Я буду говорить о гинекологах. У нас эта привычка резать что-то у нас в голове. Это у нас установка, физиологическая, психологическая установка, резать что-то правой рукой. Поэтому ножницы надо брать в правую руку. Это раз. Второе. Через срединный тракар мы можем достать любую точку одинаково. Если где-то что-то сложно достать через этот тракар, подойти к структуре, можно переставить потом. Но если ставите в левый тракар ножницы, он удобен для чего-то, но для большинства других мест, он неудобен, то есть удобный, идеальный, универсальный, это ножницы посередине. Тем более все инструменты, это была идея тоже шторца, они были первыми. Это была тоже в отезе, когда мы говорим робби, что такое робби? Rotating. Ротационный биполяр. И все инструменты у шторца, они ротационные. Вначале инструменты не были ротационными, да, и нужно было разворачивать полностью кисти, это было сложно и так далее. Сейчас нужно развернуть только пальчиком. И поэтому в середине изогнутые ножницы ротационные, ими можно дойти до любой точки. Поэтому это очень важно. А в левой руке у нас остается вилка, то есть это биполяр, который зажим. Можно им зажимать легко, движение проще. Открываем, зажимаем, открываем, зажимаем. Поэтому две руки у нас уже рационально распределены. В левой руке биполяр, в правой руке ножницы. Остается ассистент, у которой тоже интуитивно камеры будут держать в левой руке, а в правой руке остается инструмент более активный. Это зажим, и не только зажим, иногда мы доверяем также другие инструменты. И это должно быть в правой руке. Мы доверяем иногда ножницы, но как раз они должны быть у ассистента в правой руке. Следующий вопрос, если я не вернусь. Когда мы режем что-то, мы должны натягивать. Натягивающиеся структуры расходятся. Поэтому из поля должен уходить биполяр слева. Справа зажим инструмента должен уходить, не выходя полностью. И таким образом натягивается структура, и мы режем посередине. То же самое мы делаем в лапаротомии. То есть тут ничего мы не придумали. Просто из-за того, что тракары фиксированы, иногда как-то фантастически ставятся инструменты. А есть всегда рациональное звено, рациональное и даже физиологическое, как я вам говорил, для правшей ножницы, режущий инструмент, то есть важный, с другой стороны опасный, он лучше должен контролироваться. И вот такие ситуации, когда ассистенту мы не даем работать, это тоже плохо. У ассистента это правая рука, у оператора тут неудобная позиция. И видите, оператор использует левую руку для ножниц. Зачем? Почему? Потому что он не доверяет ассистенту. И ассистент должен тоже удобно стоять. Все эти позиции, можете сказать, ничего такого нет. Но как раз вот все эти мелочи, они могут как раз вызвать неправильное движение, резкое движение и потом осложнение. Почему я это вижу и почему у меня фотки? Потому что как раз забудут, когда сложно. Когда прихожу и смотрю, сложно из-за того, что уже плохо стоит ассистент или оператор. Знание аппаратов и инструментов. Надо знать. Когда спрашиваешь у хирурга, иногда сам доктор не знает, что это такое, томограф или нет томограф. Поэтому вы специалисты, вы профессионалы, вы должны все знать. Как работает каждый инструмент. То же самое, как в авиации. Они знают намного больше, у нас меньше, может быть, надобностей. Но мы должны полностью знать. Не должны быть только на знании медсестры, медбрата и так далее. И самое главное, первое, то, как мы видим. Все в жизни зависит от того, что и как мы видим. И поэтому самым главным является, я повторю, наша картинка. То, что мы как понимаем картинку анатомическую. Если неправильно ее понимаем, я привел несколько примеров, когда это плохо заканчивается. Поэтому, чтобы уже хорошо видеть, нужны хорошие камеры. Насчет преимущества лапароскопии я не остановлю. Самое главное – это видеть. Хорошо видеть. Хорошо видеть. Эволюция, история очень интересная. Я не остановлюсь на этом. Просто это картинка 1896 года. Если я не ошибаюсь, в любом случае, это 19 век. Обзор, видение – это всегда цепь. Цепь. Есть источник света. Тут была газовая горелка. Система для того, чтобы направить это зеркало, направить свет куда-то в этот инструмент, который был просто полным, тогда линз даже не было. И хирург, цистоскоп, уролог через это место, отверстие, смотрел, что происходило в пузыре. Поэтому надо отдать должное урологам, которые стоят у истоков вообще эндоскопии. И это почему я сказал. Это цепь. Она цепью и остается. Когда у нас плохое изображение на экране, надо автоматически проверить все. Или вы сами, или должен проверить медбрат, медсестра, всю цепь. Как есть цепь ариадный. Надо идти от первого к второму, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому. У нас было недавно, то, что я повторяю, элементарная вещь. Между операциями чистят, да, стойки, колонки там промывают. Сегодня особенно очень большое на этом акцент все чистят и так далее. На первой операции два экрана работали, на второй операции второй экран не работает. Ну, непонятно, нелогично, что произошло. Не поняли, что произошло. И вдруг голову пришло, посмотрели, там кабель просто чуть-чуть отошел. Когда чистили все, 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 когда двигали вниз вверх, чуть-чуть кабель электрический отошел и все. То есть надо об этом думать. Надо проверять первое, как соединены, да, не надо звать на помощь кого-то инженера и так далее. Первое, должны вы сами об этом подумать и проверить, как соединены на цепь. Первое, источник света. Самое важное, источник света. Сегодня у нас замечательные источники света. Поэтому, пожалуйста, в операционных не надо свет выключать. Это ошибка. Это опять инерция в голове. Это идет с той поры, когда были плохие источники света, галогеновые источники света. Когда камеры были плохими и приходилось еще утемнять операционную. Сегодня необходимости нет. От этого устают глаза оператора. От этого повышается, понижается вообще безопасность. На операционном столе мы берем иглы и так далее. У анестезиолог недоволен. И поэтому это очень плохая идея. Пожалуйста. Этот источник света до сих пор имеется. Хотя я должен убрать эту портельку, потому что у нас галогеновые. Это уже исчезли. Я быстро это проскочу. Я просто покажу одну вещь. Качество света является очень важным. Сегодня идеальным является, конечно, раньше это был ксенон. Сейчас у нас лет источники света. Вот я это хочу показать, потому что вот это видео у меня в лекции, наверное, уже 20 лет. Источник света называется холодным источником света, да? Но я смотрел, до сих пор в мире где-то от 200 до 500 ожогов операционных из-за холодного источника света. Почему я недавно смотрел это? Потому что впервые за мою практику у моей пациентки был ожог. То, что ожог возможен, теоретически я знал. Почему? Потому что на кончике световода, например, температуру элементарно измерить. И температура поднимается 250 больше градусов Цельсия. 250 градусов Цельсия. 250 можно обжечь кожу очень быстро, да? И вот ожог. И механизм очень интересен. Это складка, узнаете, складка, паховая складка с левой стороны. В конце гистероскопии у пациентки ноги раздвинуты. Когда мы заканчиваем гистероскопию, укладываем гистероскоп поперек между двумя вот этими складками, да? На надпациентку укладываем, отключаем, там что-то убираем. И, как всегда, автоматически у нас медсестра ставила стендбай на источнике света. Я не знаю, что произошло в этот день. Она не поставила. И как раз в этот день кончик касался гистероскопа кожи. И вот был такой ожог. Потом пациентка ко мне пришла, конечно, после операции, через месяц. Она была очень недовольна, потому что это очень болезненное место. И такие ожогы, они очень долго заживают. Я уже не посмелился ее попросить, чтобы сделать фотографию этого места. Но был очень некрасивый такой черный тиструп на этом месте. И самое главное, она сказала, что очень болит. И проблема была в том, что забыли отключить, не отключить, а поставить стендбай. Вот поэтому я говорю о деталях. Вот такая маленькая деталь. Мне повезло. Пациентка нормальная, и она понимает, я извинился и так далее. Но она могла пожаловаться тоже. Не было бы никакого оправдания. Ни шеологу, ни медсестре, которая была в тот день в операционной. Надо поставить на стендбай. Надо поставить на стендбай. Не отключать, а ставить на стендбай. Свет всегда содержит тепло. Есть инфракрасная часть, которая убирается чуть-чуть. Есть специальные приспособления, которые не совсем фильтруют, и они будут входить в детали. В любом случае с ледом намного меньше риск ожога. Но все равно не везде могут быть леды и так далее. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны. Я тоже так думал, 25 лет, что не будет ожога. И вот это было буквально в прошлом году. Вначале было много ожогов, потому что вначале использовали просто тепло от пламени. И вот так это постепенно развивалось. Развивалось. Я быстро подойду просто к той системе, которая была предложена Карлом Шторцем. И это была его, так сказать, придумка. Он придумал холодный источник света. Cold Light Fontaine. Холодный источник света, 60-й год. И это просто осталось как холодный источник. Но это было такое название, может быть, коммерческое, техническое. Но холодного света не бывает. В любом случае, мы его не используем. Вот вначале так и назывался Cold Light Fontaine. Сегодня мы используем LED. Это намного лучше. Я это быстро все пройду. Маленькие детали. Надо делать баланс белого. И все-таки я скажу два слова о камерах. Как они развивались. Видите, мои первые камеры, они были просто тяжелыми. Нужно было тренироваться до операции, чтобы держать вот такие большие камеры. Назвалось VITICON в конце 50-х годов. Это я даже в русскоязычной книге нашел. Первая визиэндоскопии, 56-й год. Видите, какая большая камера. Первая камера, которая была у нас, она еще лежит. Типа музей, 88-й год. Шторцовская камера. И, конечно, сегодняшняя камера не сравнить со всем этим. Я быстро просто хочу показать, в чем значение камер. Мы все знаем и часто слышим пиксель. Пиксель – это точки. Picture element. То есть это маленькие точки. Чем больше точек изображения на одной площади, тем лучше мы видим изображение. Тем лучше мы видим детали. То есть мы говорим о разрешении изображения. И когда мы перешли стандартной камерой на HD, Full HD и так далее, как раз мы увеличили количество этих пикселей. И со стандартным HD у нас было 2 миллиона пикселей. И это было очень долгое время стандартом. А сейчас стандартом становится уже 4К. И, наверное, уже скоро этого не будет. Мы пойдем еще дальше. Сейчас у нас 4К. То есть 4К – 8 миллионов пикселей. И тут очень красиво это все описано. Видите, на одной площади, как мы видим изображение. Вот такое старое изображение. И когда намного большие детали мы видим, практически у нас микрохирургия. Посмотрите это видео. Я просто коагулирую монополяром. И смотрите, мы видим даже сосуды. И видим, как идет кровь по сосудам. И как идут даже пузырьки по сосудам. Видите, по-моему, да? Мы это раньше не видели, потому что просто такие мелочи изображения нам даже HD не показывало. Поэтому однозначно для всей продвинутой хирургии, когда нужны детали, это очень важным является. И 3D. Мое любимое 3D, потому что 3D – это намного физиологичнее. Однозначно. Особенно для продвинутой хирургии. Мы ведь не в одной плоскости делаем движения. Мы то глубоко уходим, то поднимаемся. Мозг, он анализирует все это. Но в любом случае у нас контроль изображения, 4К и так далее, все равно на плоском экране. Когда мы делаем операции 3D, когда делаем продвинутые операции, онкологию и особенно пролапс, все меняется. Однозначно время выигрываем, однозначно лучше мы видим. У нас иногда вопросы, что это такое, куда пойти, налево-направо. Когда мы работаем в 3D, у нас намного быстрее мозг работает. Поэтому, когда задают вопрос, не устаю ли я лично, наоборот, я меньше устаю, потому что мозг, он отдыхает. Ему нужно меньше работать, чтобы понять, как перевести трехмерное изображение, двухмерное, и как это анализировать, какой сигнал мне давать. Единственное, и вот это тут очень наглядно видно, почему важно видеть в трехмерном изображении, а не только в двухмерном. Абсолютно меняется послание, абсолютно меняется понимание проблемы. Есть работы, где просто это подытожено, и прямо сказано, работа в 3D улучшает скорость, то есть улучшает быстрее работаем, и уменьшает количество ошибок. То есть это абсолютно понятно физиологически и так далее. Просто у нас их нет, и благодаря компании Шторц, и благодаря Амирабу, я впервые, по-моему, вот в Казахстане, это я не знаю, сколько лет уже прошло, первый раз попробовал эти 3D, опять в Казахстане, в Тбилиси 3D, но, к сожалению, тут администрацию никак мы не можем уговорить, чтобы нам купили 3D. Ну, это маленькая такая деталь. Несколько слов о развитии камер. Все помнят Spice. Spice позволяла увидеть, улучшить изображение за счет улучшения контраста, за счет разных фильтров, хроматических фильтров и так далее. И это было очень интересно для онкологии, и, конечно, для эндометриоза, может быть, и таким естественным развитием всего этого вместе с ICG стала вот такая камера Рубина, которая фантастическая камера. Мы надеемся, что она хотя бы у нас будет скоро. Если вы помните, ICG нужно было убирать свет и практически операция останавливалась на этапе диссекции, надо было потом снова возвращаться на обычный свет, белый, можно сказать, чтобы продолжить операцию, тут не надо менять ничего, в смысле добавляется режим ICG, и можно продолжать оперировать, и одновременно видна флуоресценция. Поэтому это однозначно очень-очень-очень большой прогресс для онкологии, мы используем также для эндометриоза, пробовали для эндометриоза, для оценки баскендаризации ткани. И последняя маленькая глава, ну, оптики, что можно сказать, надо отдать должное Попкинсу, который работал с Канн Шторцем с самого начала, английский физик, в Англии ему сказали, у вас ничего интересного нет для нас, и он уехал в Германию и начал работать с Канн Шторцем, и очень хорошо, благодаря ему у нас имеются сегодня замечательные оптики, у которых намного лучше качество изображения и намного шире поле зрения, потому что там не линзы, используются тут четыре другие системы. Что касается просто практический вопрос, мы много работали 10-миллиметровыми, сейчас намного больше 10-миллиметровыми оптиками, сейчас больше и больше работаем 5-миллиметровыми. Почему? Потому что камеры, они позволяют иметь такое же хорошее изображение, а с другой стороны, уменьшение разреза однозначно улучшает качество жизни и намного меньше болей, и сейчас, я не знаю, как в разных странах, но во Франции очень большой акцент на амбулаторную хирургингию, чтобы даже большие операции делали амбулаторно, пациентка после травмоэнтерфектации должна уходить вечером. Проблема в том, что у пациентки возрасте не вопросы со здоровьем. И последнее, да, маленькая такая деталь, загрязняются оптики, но очень часто это просто из-за того, что шок температурный, и они запотевают, но есть и грязь. Почему? Когда мы коагулируем, летят маленькие капельки. Даже это наука. Что я хочу сказать? Есть очень интересная работа, где просто смотрели, сколько времени уходит на чистку оптики. Очень интересная работа. Смотрели, и видите, 7% операционного времени уходит на чистку оптики. А несмотря на это, 37% операций, времени операций, оптика грязная. И грязная оптика для меня, она опасная оптика. Поэтому этот вопрос все-таки не полностью решен, но он является важным вопросом. Мы нашли такой оптимальный выход, это, конечно, термос. И последнее, инструменты. Инструменты должны быть простыми. Простыми и многофункциональными. Каталог инструментов всегда очень интересно смотреть. Иногда над нами издеваются и говорят, вот, можно лапаротомию сделать только скальпелем, а для лапароскопии вам нужно столько-то дорогих инструментов. Иногда, иногда да. К сожалению, я считаю, некоторые используют абсолютно ненужные, дорогие, модные аппаратные инструменты. Я всегда показываю этот слайд, камера может не согласиться, но все, большинство операций можно сделать тремя инструментами. Это биполяр. Без биполяра, роби, особенно сегодня, работать нельзя, невозможно. Почему? Потому что мы сказали, хирургия – это диссекция, это гемостаз, это экспозиция. Роби позволяет все это делать и очень хорошо, и быстро. Ножницами можно сделать также диссекцию и резание, конечно, и зажимами можно делать экспозицию и диссекцию. Конечно, я чуть-чуть утрирую, но это должно быть установка. Есть специфические какие-то инструменты, которые нужны. Потом добавляются и надержатели, добавляются марселяторы и так далее. Но очень часто просто из-за каприза и из-за понимания хирургии я вижу в течение 50 минут 10 раз оператор достает инструмент, просит второй, третий, четвертый, так и шестой. Нет, нет. Нужны определенные специфические инструменты, но это должно быть больше исключением из правил, чем правилом. Вот это наш операционный стол стандартный. Значит, роби-биполя, старая модель тоже лежит, мы его не выбрасывали. Несколько зажимов, это 10-миллиметровые, мы используем для мионектомии в основном. Ножницы должны быть одноразовыми, лифтатка должна быть одноразовой. И, конечно, иглодержатели три обязательно, что и бушер. Вот этим можно сделать абсолютно все. Если потом у нас большая лимфомектомия, у нас даже набор сосудистых инструментов есть, у шторца есть замечательные сосудистые инструменты для лимфомектомии, то есть это для сосудистой лапароскопической хирургии, и он у нас имеется, набор, потому что там специальные сосудистые зажимы. И есть еще несколько таких специфических, но это исключение. Это еще второй стол. Видите, тут еще меньше инструментов лежит. Самое главное это робби, мы об этом потом поговорим. И самое главное, вот правильно надо выбрать то, чем мы режем. И, конечно, очень важно иметь ножницы, которые хорошо режут. Ножницы, которые не режут, это катастрофа. И почему я настаиваю на одноразовых? Почему? Потому что мы используем, очень много используем монополяр. Орнов отец использует монополяр, но на ножницах я использую монополяр, монополяр тупит инструменты. То есть, если вы используете многоразовые, все, это уже не многоразовые, надо их выбрасывать. Поэтому должны быть одноразовые или есть у Шторса одноразовые вставки. Если посмотреть каталоги, они несколько, такой, десяток страниц, если не сотня, толстые каталоги, вы знаете, да, но практически вот нам достаточно зажима Манеса, несколько, конечно, тоже зажим Манеса, то, что я показывал для зажима сосудов и так называемый кишечный зажим. Вот. И это пример, тоже старое видео, глубокий эндометриоз от Арно Ватьеза, нет, не Ватьеза, это Канис у нас оперирует давно, Шейвинг, Шейвинг сейчас все, стало модно, а это видео должно быть где-то 96-95, для того, чтобы держать хорошо этот узел, он держит зажим Манеса, только зажим Манеса можно это хорошо держать. Чем можно хорошо делать Шейвинг? Сейчас модно там лазер, плазма, я не знаю, все, но ножницы, и видите, ротационные ножницы, они развернулись и по-другому зашли в слой. Даже иногда мы меняем две-три пары ножницы во время большого шейвинга, потому что это ткань фиброзная и тупятся ножницы. И все, есть система аспирации, где-то есть еще биполяр, и для этой хирургии это абсолютно достаточно. А хирургия, наверное, одна из самых продвинутых, самых сложных опасных. Сосудистая хирургия, это наш Солера Бомбрук, Марк Коджи, как раз это я снимал, когда он оперировал в Астане, много лет тому назад, с экрана, это фантастическая хирургия. И тут он постоянно говорит, надо тренироваться неоперационно. Для этой хирургии есть специальные зажимы, остальное тоже стандартные инструменты, стандартные инструменты, даже меньше, чем при открытых сосудистых операциях. Самое главное нужны иглодержатели. Это какая хирургия? Это наша хирургия, и это наша глупость, наша ошибка, моя личная. В конце лимфонектомии я перерезал нерв, и нерв запирательный, я его зашил, хотя потом многие сказали, не надо зашивать, но хорошо, я его зашил. Это просто к тому, что вот нам нужны навыки шития, навыки шития, и нужны хорошие иглодержатели, они разного типа, но я всегда говорю, любым надо работать. Я сам лично люблю такие изогнутые, но надо уметь работать с любыми иглодержателями, и нужно иметь такое элементарное приспособление, как что, пушер. Надо просто знать, что пушер был разработан для открытой хирургии неким Кларком, много лет назад, для проведения операции через мини-лапаротомические разрезы. И я всегда говорю, пушер это ваш палец, поэтому я даже не отдаю медсестре, я его оставляю в руке, надо налочиться, делать узлы, держа пушер, так быстрее, и тут неускоренное видео, надо уметь и надо шить быстро, если мы теряем время, это в основном во время диссекции, а на таких этапах, как шитье, время терять нельзя, неоправданно. Система мытья, это тоже холософия, если мы говорим, что не надо много мыть, то обычная система простая, которая просто гравитационно подвешивается и без всякого, только гравитационное давление достаточно, то вот мы такую систему используем, разные помпы и так далее, мы больше не используем, хотя можно, конечно, если есть у вас. и тракары тоже, я просто скажу два слова, тракары должны быть приспособлены для шитя, если у вас такие тракары с клапанами, которые остаются открытыми, когда вы делаете экстракорпоральное шитё, то у вас будет уходить газ, поэтому сегодня есть много тракаров, которые позволяют проводить нитку, инструмент, иглу, так, чтобы газ не уходил, эти тракары были разработаны батьезом для шитя, я считаю они самые удобные, двойная система клапанов, сам Арно это использует, я продолжаю тоже это использовать, хотя есть другие, и когда я говорил, есть определенные некоторые инструменты, необходимые, без этого продвинутая хиллургия не делается, это игла Берси, игла Берси, она используется для подвешивания, для разных процедур, но игла Берси, она очень важна для зашивания тракарных ран, 10-12-миллиметровых тракарных ран в конце операции, это тоже стандарт у нас, когда мы заканчиваем, всегда зашиваем под контролем зрения, особенно у пациентов с ожирением, парадефами и так далее, не всегда возможно заплатить апоневроз, и то, что я вам показывал до этого, это как раз ущемление, это была грыжа, вот эта грыжа, сальник это еще ничего, иногда кишка ущемляется сразу после операции, поэтому, чтобы этого не было, такие грыжи после тракарных ран, они сегодня никак не оправданы, надо систематически зашивать, ведь все должно быть готово, все должно лежать на операционном столе, хотя я это использую и в начале операции, особенно при промотофиксации, я подвешиваю шейку этой ниткой, то есть ниткой, которая зашила шейка, этой ниткой я вывожу и таким образом у меня ректолагинальное пространство лучше показано в конце, когда я буду пришивать сетку, видите, теллифт для пузыря, один теллифт с этой стороны для кишки, видите, сколько, но это есть хирургия, хирургия и есть как раз то, что я говорил, экспозиция, и, ну, мешки я не остановлюсь, мешки они обязательны, и, конечно, нужно помнить о том, что основная проблема может быть на уровне подключения, у нас, к счастью, не такая сложная система, но вот мы горды тем, что во время пандемии вышла наша статья в международном журнале хирургии, была моя идея посмотреть, сколько раз у нас происходит сбой или отказывают инструменты во время лапароскопической операции, мы только взяли три месяца, видите, 38% лапароскопии, можно сказать, осложняются такими проблемами, 38% это много, каждый раз это остановка, каждый раз это стресс, иногда просто нужно ждем, пока что-то поменяют и так далее, и очень часто это соединение, соединение, особенно биполярный кабель и 45% это иногда инструменты отказывают, а 43% бывает такое, иногда неправильное соединение, особенно в гистероскопе, поэтому все это надо знать, заранее об этом думать и подготавливать свой персонал. И последнее, знать, знать инструменты, хотя это очень плохо, что у нас не будет марселяторов, но пока они имеются, надо помнить о марселяторах, но это у меня марселятор стоит дальше, видео я не убрал, надо знать, как они работают, каковы осложнения, и одно из осложнений марселяторов мы за этого убрали, по другим причинам, что смотрите, психологический фактор, конец операции, все устали, бдительность понижена, все хотят уйти домой и нужно смарселировать, и пешка захвачены, пешка это еще ничего, можно зашить быстро, самому, все было смарселировано, марселированы были сосуды, подвздошные и так далее, и самое грозное осложнение произошло в Лондоне, педиатрической хирургии много лет тому назад, спленом эктомия и попытка марселяции, смарселировали аорту, и ребенок остался на операционном столе, был большой скандар, был большой анализ, и первое, что вышло на первом месте во время этого анализа, что в тот день оператор, который использовал марселятор, вообще впервые в жизни увидел, что это такое, и решил его использовать. сегодня много барьеров появилось на пути к этому, но я знаю, что иногда приходит кто-то в операционную, хотя у нас много барьеров, так уже не заходят, и говорят, вот такой, такой-то, используют такой, такой-то, не хотели бы использовать. Было это раньше, надо честно сознаться, и вы все это видели, нет, недопустимо, вы должны знать, как работает каждый инструмент, каковы могут быть проблемы, последствия, это очень-очень важно. До сих пор остаются такие инструменты, даже исключительно нажав на одну педаль, монополяр, можно сделать большую дырку, поэтому нужно быть очень длительным, надо быть готовым в голове, и поэтому я постоянно говорю, что хирургия не только в руках, но хирургия в голове. Это 25% только в руках, а 75% в голове. Насчет электрохирургии я что-то скажу потом, а это пример. Параортальная лимфодонектомия, человек работает очень точно, да, вы можете сказать, но большая дырка в аорте. Почему? Посмотрите на движение, движение точное, но проблема в голове, потому что он решил использовать монополяр на аорте, на аорте монополяр не используется, поэтому иногда бывает такое расхождение между ловкостью рук и проблемой с головой. Поэтому надо обо всем думать. Это не к тому, что просто, когда я интересовался всеми этими проблемами, я нашел очень интересную статью, называется «Меньше чем 10». хирурги с ампутированными пальцами, и это вышла статья в журнале «Хирургия руки», и вот автор решил заняться этим вопросом, и он обнаружил, что десяток таких хирургов, у которых хватает, не хватает пальцев, кисти, руки, и даже среди них хорошие хирурги, он нашел такие 39. Это все равно к тому, что самое главное все-таки голова, и если касаться инструментов, я все-таки предпочитаю простые инструменты, которые себя показали. Например, без робби сегодня работать, я думаю, невозможно, делать продвинутую хирургию невозможно. И надо быть, конечно, мотивированным для этой хирургии. В начале, когда много энтузиазма, то есть в начале иногда можно не дойти до цели, но это неважно, но когда очень-очень мотивирован человек, он может далеко залететь. Поэтому надо найти какую-то золотую середину. Я закончу этим слайдом. Недавно мне позвонил один наш бывший стажер из одной страны, и он мне сказал, что он меня благодарит, потому что у него была тяжелая операция, и он вдруг вспомнил вот этот слайд. Когда он зашел в брюшную полость, был там ужас, все было спаяно, и он подумал, что это не сделает, не сможет делать. И поэтому я вот этим заканчиваю. Когда такая ситуация, это философское высказывание одного святого, он сказал такую вещь, когда у вас сложная ситуация, в жизни всегда начинаете делать то, что необходимо. необходимо. А я говорю, необходимо правильно поставить строк кары, необходимо сконцентрироваться в голове, необходимо сконцентрироваться на проблеме. И вот второе очень важное, начинайте делать то, что возможно. Всегда в хирургии что-то возможно сделать, что-то перерезать, какую-то связку, брюшину, посмотреть по-другому экспозицию. Когда постепенно вы делаете то, что возможно, вдруг вы обнаружите, что как раз вы делаете то, что было раньше невозможно. Поэтому я начал с философии и заканчиваю с философией. Хирургия это все-таки больше хирургия, больше философия, чем простое ремесло. Спасибо за внимание этой первой части. Еще раз большое спасибо. Это будет вторая заключительная часть основ вхождения. Вхождение тоже, к сожалению, иногда основано на импровизации и, к сожалению, бывают осложнения. Мы все об этом иногда слышим. Во всех странах до сих пор бывает ранение крупных сосудов. я приведу пример, который произошел несколько лет тому назад во Франции в общей хирургии. Поэтому, к сожалению, это бывает. моё основное послание такого не должно быть уже. Вхождение остается такой критической фазой. Критической фазой лапароскопии это, конечно, безопасность для пациентки, но, по-моему, мы все согласны, если неправильно поставить ракары, то потом уже по ходу операции тоже могут быть определенные осложнения. Яков Беус был пионером лапароскопии. Он на животных проводил, на собаках проводил эндоскопию. И он даже термин придумал лапаротуракоскопия, потому что он во все полости входил. И он уже в то время, в 1911 году сказал, что для общего такого внедрения лапароскопии, чтобы лапароскопия нашла свое применение общее, она должна стать полностью безопасной. Потому что, к сожалению, противники лапароскопии иногда приводят вот такие разные факты осложнений. Если просто посмотреть литературу и сделать поиск, лапароскопия осложнений, какие статьи выходят? В основном выходят статьи с такими названиями ранения крупных сосудов лапароскопии, ранения тракаром лапароскопии, ранения кишечного тракта, но в основном все-таки ранения сосудов считаются самыми грозными осложнениями. Это конечно нереальная ситуация, но немножко чтобы разрядить обстановку, вот я покажу чем Арно Ватьез занимался много-много лет назад в Клинмон-Феррани, это просто типа для капустника было сделано Жан-Люк Пули и Ватьезом такое видео, оно большое, просто эту часть я показываю, вторую часть покажу потом как надо вводить тракар, что вводение тракара текст идет, что вхождение тракара должно быть всегда полностью безопасным. Еще раз посмотрим и потом продолжим. Если посмотреть разные статьи, я это придумал специально, почему? Конечно, без всякого такого другого контекста это обзор об осложнениях в странах с низким и средним доходом. И, к сожалению, много стран постсоветского пространства входят в эту категорию и в этой статье такое заключение, что в этих странах все-таки больше тяжелых осложнений. Поэтому еще раз надо быть бдительным, хотя вот я привожу как раз статью, хотя она из общей прессы драма Мец так называется, и даже в такой газетной статье написано, что риск ранения сосудов это известный фактор такой, известный факт лапароскопии. В 2014 году произошло, ребенка взяли на аппендиктомию, произошло ранение крупного сосуда в частной клинике, были какие-то накладки, хирург, который пришел на помощь, он еще ухудшил ситуацию и так далее. Если посмотреть публикации насчет вопроса и много публикаций, это статья 2001 года, которая как раз основывается на медико-легальных проблемах. Почему это интересная статья? потому что там в деталях все было анализировано. Это данные одной страховой компании, которая страхует в Соединенных Штатах и вне Соединенных Штатах. Поэтому тут такое разделение в Соединенные Штаты и вне Соединенных Штатах. И интересно, что, например, вне Соединенных Штатах 50% таких тяг медико-легальных из-за ранения сосудов и кишечного тракта во время вхождения, это диагностическая лапароскопия, то есть простые лапароскопии. Та же самая легирование труб, мы видели осложнение, такое тупое осложнение, когда просто не туда поставили клипсы для легирования 10%. Это тоже объясняется, наверное, тем, что очень часто делают начинающие, у которых нет опыта, а в Соединенных Штатах это хальцистоктомия. Эти видео тоже из разных стран, от моих коллег, когда при вхождении находится большая гематома, это или игловериша, или тракар, тут даже видео, качество видео плохое, даже видят след от тракара. И почему это происходит? Конечно, разные причины, но все-таки в литературе это написано, все-таки чаще всего не соблюдение правил и импровизация. Импровизация. И опять иногда думают, что фактор везения поможет. Такое на вид грозное осложнение, и удивительно ничего не произошло. Но опять-таки не надо только на везение, и вообще на везение рассчитывать нельзя. Но тогда вы скажете, как делать, где останавливаться. Поэтому послание должно быть простым, правила должны быть простыми. В этом проблема. К сожалению, в литературе не всегда правильные правила. Не всегда. Второй вопрос. Иногда начинающие просто подражают профессионалу. И когда они подражают, не зная, не понимая, как у того профессионала получается, то, конечно, подражатель у него не всегда получится. И чаще всего не получится. Поэтому надо начинать с деталей. Почему получается и как надо делать. Второе. Если вернуться к авиации, тут разные компании, но все они ждут. Они все ждут соблюдения определенных правил, определенной очередности. И пилоты нам говорят, взлет самая важная часть, это религиозная часть. Все молчат, все сконцентрированы. Если вы обратили внимание, никаких объявлений, ничего не делается во время взлета. До набора высоты не делается. Все должны быть сконцентрированы на взлете. То же самое должно происходить в операционной. К сожалению, не все сконцентрированы. Вот в той ситуации, которая произошла в МЕЦе, там был разбор, судебный вопрос и так далее, и вышло постановление, там детали написаны. Анестезиолог вышел из операционной после того, как дал наркоз, ушел куда-то, его долго искали. А как раз, когда падает давление, когда нужно сразу начинать реанимацию, анестезиолога рядом не был. То есть все должны быть рядом, пока мы не наберем высоту. Наберем высоту, когда уже все тракары на месте, потому что от рабочих тракаров тоже могут быть проблемы большие. и когда начнем операцию, это не сигнал к тому, чтобы куда-то далеко уходить, но все-таки маленькое расслабление возможно. Самое главное концентрация во время вхождения и набора высоты, когда мы смотрим на инсульфлятор, как он набирает давление. Что надо знать? Какие органы затронуты? Да, грубо говоря, кишечник и сосуды, но у нас есть четкая статистика. Нужно всегда смотреть большие серии. В больших сериях на первом месте все-таки это кишка, тонкий кишечник. Его больше, и его можно найти везде, грубо говоря, особенно когда спайки. Удивительно, как можно первым тракаром задеть прямую кишку, но ведь есть статистики. Среди сосудов на первом месте подвздошные сосуды, подвздошные артерии. Это очень важно. То есть не сразу под пупком мы знаем аорта, полаэлена и так далее. Нет, как раз грубое ухождение в сторону, в сторону, на подвздошные сосуды. Сосуды, брюджейки 11%, может быть, это ничего, но я видел такие сильные кровотечения. Пузырь сегодня редко бывает, потому что тут дело касается также дополнительных тракаров, низко тракар мы редко ставим, поэтому это редко бывает. И видите, аорта только 8%. Но как в авиации редко, мы очень хорошо знаем, что самый безопасный вид транспорта, но когда происходит очень много жертв. То же самое аорта, то есть даже не столько тут амплитуда важна. поэтому последствия грозные. Смертность от ранения аорты на операционном столе 25%. Ранение аорты хирургической во время хирургической операции вообще очень сложно решаемая проблема. И сосуды стенки брюшной 7%. Что касается таких больших метаанализов. Кишка на первом месте, большой метаанализ 85350 пациенток, анализированный в одной статье 2002 года 0,7 на 1000 на пароскопии ранения кишечника сосуды на втором месте, можно сказать, в два раза меньше 0,4 на 1000. Но я повторяю, сегодня даже 1 миллион осложнений вакцинации 1 на миллион не согласно население. 0,4 на 1000 это немаленькая цифра. Подумайте, когда люди говорят, вот я делаю столько-то столько лапароскопий, много, тысячи лапароскопий, как раз чем больше делаешь, тем больше статистически можешь попасть вот в такую группу, то есть одно такое мощное осложнение на 1000 лапароскопий. Я знаю многих хирургов, которые делают 2-3 тысячи лапароскопий в год. Тем более, когда дело касается команд, некоторые команды наши делают где-то до 5 тысяч лапароскопий в год. Но не надо только лапароскопию винить в осложнениях начала операции. Ранение кишечника на первом месте в лапароскопии. А вы знаете, что лапаротомии на первом месте ранения в начале это тоже ранение кишечника. Большие серии однозначно это показывают. Статья называется «Ранение кишечника. 10 лет опыта. Большая клиника американская. Большой серьезный американский журнал». Лапаротомия 5700 8,4 ранения кишечника на тысячи во время лапаротомии. Мы это очень хорошо знаем, понимаем. Лапаротомия срединная делается на том же месте, где была сделана предыдущая и есть ранение кишечника. Мы об этом поговорим. Даже при вагинальных больше операций, чем при лапароскопии. Я говорю ранение кишечника. Даже при дилатации кюртажа можно ранить кишечник. Мы все это знаем. Поэтому не надо только лапароскопию винить в том, что есть осложнения во время начала операции, во время вхождения. Следующий вопрос. Надо разбираться, какие техники, какие преимущества, какие специфические осложнения у каждой. Если схематично выделить техники, то есть две группы техник. Так называемые закрытые или слепые и техники открытые. Закрытая уже так ментально понятно, что закрытая слепая будет более опасной. И самое распространенное закрытая это иглапным оперитония и потом тракан. То есть два жеста слепых. Ведение иглы и очень часто забывают, что инсуфляция слепая чего-то может быть также очень опасной. Это не механическое ранение чего-то, но инсуфляция слепая. поэтому надо иметь хорошие сукраторы, поэтому надо читать эти цифры, надо чувствовать эти цифры. Иногда просто смотря на то, как цифры себя ведут, скачут на экране, мы на дисплее понимаем, что-то не так. И последнее, конечно, введение тракара слепое остается также опасным этапом операции. Прямое введение тракара, прямое введение тракара очень хорошая техника. Я лично научился от орноватеза, орноватез делает очень много, я тоже делаю прямое введение, то есть введение тракара без предварительного нагнетания пневоперитон. Но есть условия, это не для всех пациентов, есть условия. Самое интересное, я повторяю, многие знают, университетская у нас клиника, у нас просто обязательство, это часть нашей работы, мы за это получаем зарплату. Должны обучать резидентов, если мы не даем оперировать, это очень плохо. Поэтому иногда бывает ситуация, первый раз должна оперировать много девушек резидентов, и у меня показания для моей пациентки прямого тракара, я, конечно, даю прямой тракар, на меня смотрят большими глазами, я никогда не делала этого вообще на проскопе, ну и что, всегда есть первый раз, тем более как раз прямому тракару можно научиться намного лучше и быстрее, чем игле. Это очень просто, я потом тоже скажу. Игла тонкая, она проскакивает через стенку, и поэтому информации, на которую мы обычно учимся, то есть у нас всегда вот этот фидбэк идет, информация от чего-то, мы так учимся. Игла проскакивает, иногда мы не чувствовали, когда она проскочила. Тракар всегда чувствуем, то есть мы останавливаемся, потому что чувствуем, что тракар куда-то проходит. Вот поэтому тоже эта техника она очень интересная, но с точки зрения педагогической, но она тоже остается слегка. И в 70-х годах начали сразу лапароскопии некий Хассун, который недавно скончался, американец, он предложил так называемую открытую лапароскопию, Open Laparoscopy. В чем смысл? То есть идея ментально она понятна, интеллектуально. Мы не видим опасно, увидим будет лучше. Конечно, но это не совсем так, есть нюансы. Маленький разрез, и в этом проблема, маленький разрез, в губке, видим брюшную полость, а это кишечник, значит мы там будем тракар, делаем кисет, нагнетаем и продолжаем операцию. Но полностью безопасной техники нет, мы увидим. И потом появились эволюции технологии и так далее, появились тракары с этой стороны, которые позволяют видеть. Называется optical тракар, то есть не надо путать оптический, то есть для оптики, через которую мы видим, и оптический тракар, то есть сама техника, то есть комбинация сама оптическая, мы вводим тракар и мы вводим видим на экране, что мы делаем, и должны понимать, где мы находимся. И в этом оказалась большая ошибка. Не всегда понятно, особенно для начинающих, и они могут делать глупости. Мы вспомним, поэтому очень важна первая часть лекции. У видения много иллюзий, как раз вот это чувство, которое характеризуется иллюзиями. Есть слуховые иллюзии, их намного меньше. Вот оптические иллюзии, они чаще всего. Особенно начинающий может подумать, а вот я уже полость, на самом деле не в полости, он в кишке. И только после того, как водятся эти тракары, тут уже инсуфляция теоретически под контролем. Мы раздуваем то, что уже знаем. Поэтому теоретически должно быть меньше рисков, но на самом деле все это не так. Конечно, наука, наука, наука. Должны смотреть, что написано в статьях больших сериях, вот та статья, которая основана на медико-легальных осложнениях, там такое заключение, потому что очень детальный анализ. И заключение такое рациональное, наверняка нет самой системы игла-тракар, которая бы гарантировала отсутствие ранения при вхождении. Особенно, когда траектория вхождения находится на траектории крупных сосудов. Сразу в голову приходит видение анатомии. От пупка мы находимся на траектории сосудов, поэтому пупок является опасным. Очень много аргументов накопило в пользу того, я могу тут сразу остановиться, чтобы сказать, что, например, иглу вереша уже несколько лет мы через пупок не водим. И во многих рекомендациях это написано, но, к сожалению, пока не доходит до людей, особенно у тех, у которых привычки появились. Но в университетской у нас тоже были привычки, но мы обучаем, мы обязаны менять привычки, чтобы молодым не передавать наши плохи. Следующее, что написано, ранение кишечника происходит вот при опен, в этом проблема. Это не панацея, при открытых лапароскопиях можно ранить кишечник. И последнее, не надо забывать, это касается любого осложнения, любого, конечно, да, одно осложнение, но второе диагностика. Самым грозным является осложнение пропущенное. Любое осложнение пропущенное может плохо закончиться. В этом проблема. И поэтому большой реальной проблемой является отдаленный, так сказать, отсроченный диагноз осложнений. Поэтому обо всем об этом надо думать. Вот, то есть эти приводятся цифры, впечатляют. Диагноз осложнений, напоминаю, ранения сосудов ранения кишечника. В Соединенных Штатах, в несоединенных Штатах и значит черным цветом смерть. Просто смерть, посмотрим, 10% где-то тот же самый день, сразу во время процедуры, но большая группа от двух дней до трех недель. Кровотечение, мы говорим, о кровотечениях и ранениях кишечника, то есть перитонит и так далее. Само ранение кишечника не является осложнением, если нет перитонита, если мы увидели изошин. Это уже данные из Франции. Шарль Шапрон, многие знают из эндометриоза, Шарль Шапрон в конце 90-х сделал эту работу, известная так и цитируется, Шапрона работа. Отсроченная диагностика ранения кишечника во Франции 41% и сосудов 20%. Очень большой, потому что, почему я вам показал то видео шуточное от Батеза, люди думают, что если кровотечение большого сосуда будет бить в потолок и все увидят. Нет, 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 в этом большая проблема, мы еще поговорим, не всегда видно. И, конечно, большая мода, это Кохрановская ревью, то есть рандомизированные статьи. Проблема в чем? Поэтому надо знать статистику и цифры. Какие большие осложнения, одно осложнение на тысячу. Чтобы в рандомизированной работе получить статистическую достоверную разницу, группы сравнительные, сравниваемые, должны быть очень большими. и практически это невозможно. Поэтому все работы на маленьких группах. И поэтому, видите, только в 28 работах и только 4860 пациентов и пациентов. Поэтому говорить о какой-то достоверной, абсолютной, что это Библия, Коран, я не знаю, Тора, и это рандомизированная работа, так сказала, насчет этого вопроса нет. Кстати, насчет других работ тоже, в хирургии особенно, потому что в хирургии в рандомизированных работах очень часто не учитывается основной фактор это сам хирург. И такой техники, чтобы хирург владел абсолютно одинаково разными техниками, таких я не знаю. Ватес не владеет разными техниками, другие не владеют, Бальзони не владеет влагамищенной хирурги и так далее. Таких нет. Поэтому сравнивать влагалищную лапароскопию или разные это нонсенс на мой взгляд. Но это другой вопрос. Это все к тому, что я раньше сказал. Да, люди говорят, нужна доказательная медицина. Хорошо, посмотрим доказательную. Но они не высказываются. Они говорят, из-за того, что маленькие показатели осложнений, сложно сказать на основе этих работ, что надо делать, нет разницы. Но люди оперируют каждый день, им надо что-то сказать. Поэтому я постараюсь сказать то, чем я практически уверен и чему надо следовать. Я не знаю, Александр Басов смотрит или нет. Большое ему спасибо. Я забыл ему сказать спасибо. Он мне прислал эту статью. Я хотя и смотрю литературу, но конкретную эту статью я не видел, она 2017 года, это к тому, что это рекомендации разных обществ, разных научных обществ. Это Канадское общество акушеров-гинекологов тоже выпустило такие гидлайны. Это тоже к тому, что в 2017 годы опять выходят такие гидлайны от больших обществ научных. Я посмотрел и просто не привел в своей презентации детально, потому что практически то, о чем я говорю, тут говорится немножко по-другому, но практически не отличается от того, что я скажу. Поэтому, если подытожить, с учетом статистики, чаще всего ранения кишечника, поэтому у них должно быть их, но самое главное сделать диагноз. Я повторюсь, само ранение кишечника, даже малюсенькое, не является опасным, но даже малюсенькое ранение может дать большой разливной перитонизм. Поэтому надо сделать диагноз и надо сразу делать лечение. И надо хорошо понять видео и то, что я скажу. Если умеет хирург прошивать кишку лапароскопически, он уверен, что хорошо прошьет, пожалуйста, пусть прошивает лапароскопически. Но если не умеет, не уверен, пожалуйста, можно сделать лапаротомию для прошивания петли тонкого кишечника можно через маленький разрез достать, прошить, продолжить потом операцию, никто ничего не скажет, потому что не будет потом осложнений. Но если не увидеть, не зашить и потерять время, могут быть проблемы. Конечно, для пациентки, к сожалению, и для хирурга тоже. Но самое главное, не допустить никакого ранения сосудов. И вспомните, данные международные, данные также шапронов. 20% сосудистых осложнений мы говорим о орте подвздошных сосудов. Как можно их пропустить? Элементарно. Это классика, к сожалению. В чем проблема? Особенно у тучных пациентов. Мы говорим о забрюшинном пространстве. Эти сосуды не всегда видны. Они прикрыты брюшиной, они прикрыты жиром, иногда кишкой. И если происходит ранение в начале, чаще всего это точечное ранение кончиком иглы и тракаром кончиком. И даже маленькое ранение крупного сосуда достаточно для того, чтобы дать большую кровопотерю, но эта кровопотеря не выходит в брюшную полностью. Может быть другая сфера, но это большая классика истероскопии. Ранение сосудов больших и смерть от этого. Описано перфорация матки, ранение крупного сосуда, но кровотечения нет в матке и не знают, что там кровотечение брюшной полости пока не попадет давление. Тут практически то же самое. Забрюшинно идет большая гематома, которая чаще всего вне поля зрения, падает давление и еще второй механизм очень опасный. Если не увидели вначале и продолжили операцию, нагнетание давления ведет себя как жгут, который также прикрывает давление, но это не кровотечение, но это не гемостаз. И поэтому коллапс, падение давления происходит во время просыпания пациента, тем более если натуживается, кашляет и так далее пациент. И в это время падения давления анестезиологи иногда связывают с проблемой чисто анестезиологическими, а не с проблемами ранения сосудов. Поэтому очень такое грозное, опасное и можно пропустить и не успеть сделать диагноз. У меня в голове есть разные истории, но если я начну все рассказывать, я просто не успею. Поэтому надо сделать все, чтобы не было ранения крупных сосудов. И практически сегодня это возможно. Начнем с иглы. Первое риск фактор. Иногда невозможно представить, где риск фактор. Я извиняюсь за это изображение, но я до сих пор не понимаю. Это наверное и называется вот судьба. но рассчитывать на судьбу нельзя, мы сказали. Мы должны знать. Начнем с ранения кишечника. Где риск факторы ранения кишечника? Не надо долго искать. Я сказал, надо упростить. Упростить. Это перенесенные лапаротомии. После перенесенных лапаротомии брюшной полости могут быть спайки кишечника и брюшной стенки. Мы не знаем какого типа спайки. То есть мы знаем по нашему опыту после. Иногда у пациентки огромные разрезы и так далее. Входим никаких спайк нет. Есть попытки найти корреляцию между тем, как выглядит разрез и какие спайки, но нет серьезных работ. Есть попытки ультразвуком найти подвижность кишечника, но ненадежно. Ненадежно опять-таки кто-то, который только это делает ультразвуком, может быть найдет спайку, то есть скажет, что там спайка. Но рутинно каждый день клиники перед операцией это делать нет. Просто мы должны знать статистику. То есть разного типа могут быть. Можно прямо кишка лежит на разрезе. Но вот есть статистика. Алан Одебер один из пионеров на параскопии систематически входил в левое подреберье трехмиллиметровой оптикой и смотрел наличие спайек брюшной полости у всех пациентов. У всех, у любых. Без всякого анамнеза. Первый. Первая группа. Вторая после перенесенных лапароскопий. Третья после фоноштеля. Четвертая после лапаротомии средин. Вообще наличие спайек. Практически у всех, даже у тех, которые неоперированы, могут быть спайки где-то. Но нас интересуют спайки потенциально опасные. То есть спайки на уровне кубка. И видите, 0,38 даже у тех, которые никогда не были оперированы. Тут чуть-чуть двинутые линии, но первая линия это те, которые никогда не были оперированы. У тех, у которых была лапароскопия операционная, 0,71. Но опять-таки статистически это считается исключением. Проблемы начинаются потом. 6% тех, у которых был фанештиль. Можете сказать, как после фанештиля спайка на уровне кубка. Анализ, поэтому нужно сделать статификацию. Есть фанештиль для кесарева. Риск минимальный. Что вызывает спайки? Это травма брюшины, продолжительность операции, кровотечение брюшной полости. При кесаревом этих факторов нет или намного меньше. Второе, не ставим расширители и так далее. Второе, тип фанештиля, после гинекологических операций. Например, мы должны сделать лапароскопию у пациентки, у которой киста яичника на оставшемся придатке. До этого ей убирали фанештиль матку. Осторожно. Мы не знаем, сколько долго это длилось. Обязательно расширялись мощно. Наверное, кровило брюшной полости. Мощно чистили также. То есть все факторы риска, чтобы найти спайки далеко от места разреза. Поэтому простое заключение. Пациентки с переместенным панештилем кесаревым риск минимален. Пациентки с гинекологическим панештилем можно найти спайки на уровне пупка. Все это надо знать и обучать молодых. Но самая большая группа риска 25%, даже 30%, это срединная лапаротомия. Срединная лапаротомия, срединная лапаротомия. 25% это очень большой процент. Мы тоже сделали работу, это была под моим руководством работа одного резидента, Жан Дубисон, сын Бернара Дубисона, который многие знают, лапаротомия. смотрели, было публиковано в большом журнале в американском и смотрели разные параметры, и в том числе наличие спайк, тысячи лапароскопий проспективных, была работа проспективная. И видите, основной риск-фактор все-таки лапаротомия срединная. практически 50% то есть каждая вторая женщина, у которых разрез от ксифоидного отростка до лапка 50%. Инфраумбеликан, то есть те, у которых ниже лапка 6%, а те, которые выше разреза, у них больше все-таки риск. Надо все это знать. Опять-таки мы учимся, к сожалению, иногда на своих собственных ошибках. И много моих видео и снимках. Это я сам. Было давно. Я пошел через клубок тракаром, у пациентки был разрез срединно- лапаротомический. И когда увидел, что оптика застряла в сальнике, я поставил 5-миллиметровый тракар в левом подреберье и 5-миллиметровой оптикой посмотреть. Кстати, это надо делать, если у вас есть подозрение на что-то, даже если все вы правильно сделали, что-то не так в кубке, в этом проблема. У нас видение тоннельное, мы не знаем, что вокруг происходит. Поэтому как только сомнения, надо взять 5-миллиметровую оптику и посмотреть через 5-миллиметровый тракар на расстоянии. Поэтому у вас должны быть две оптики, 10-миллиметровая и 5-миллиметровая. Если есть еще 3-миллиметровая, еще лучше. И что может еще произойти? Это не наше видео, это от одного нашего коллеги давно. Это называется транспупочная интестиноскопия. То есть кишка была припаяна к пупку и через вхождение через пупок пошли прямо в полость уже кишки. Поэтому мы все это знаем, делать не надо. И поэтому заключение простое. Надо входить в отдаление от зоны риска. По-моему, простое послание. Зона риска считается разрез среди на фанатомический и гинекологический. Потом, если мы посмотрим учебники, все-таки это и есть основная группа разрезов гинекологии. Сейчас намного меньше и меньше пациентов, у которых желчный пузы делается еще таким образом. С левой стороны очень мало разрезов. Поэтому статистически основная группа все-таки сведенная внизу несколько макбурнея. Я всегда спрашиваю пациенток, у которых макбурнея не было ли перитонит и так далее. Поэтому вот такое заключение все эти разрезы они противопоказывают вхождение через пупок. И это написано в разных рекомендациях, я не буду сейчас приводить. И отсюда же идет заключение, куда надо вводить иглу. Левое падреберие. Очень интересная история. Левое падреберие было предложено неким Рауль Пальмером. Я забыл поставить видео, потому что благодаря нашему другу, я не знаю, он меня смотрит или нет, я извиняюсь, забыл, его имя, фамилия, Кабышев, он нашел видео Рауля Пальмера из семьи Рауля Пальмера, первая лапароскопия. Это впечатляет. Просто забыл поставить презентацию, в конце покажу отдельно. Пальмер заходил всегда в левое падреберье, поэтому потом это появилось вхождение с пупом, и это вина женщин из-за эстетики. Поэтому левое падреберье для пациентов, у которых перенесены лапаротомии. очень интересно, дата может быть не видна у всех, 1949 год, один из пионеров американских Роддок. Я, честно говоря, эту статью нашел потом, после того, как сделал слайды, тоже самое написано. Надо войти как можно дальше от разреза. Скар это рубца. Сейчас как избежать ранения сосудов. Проблема с сосудами в том, что сосуды находятся там, где они находятся. Они находятся на позвоночнике и потом они уходят в сторону тазу. Второе. Расстояние между кожей и сосудами крупными, когда пациентка лежит, расстояние от кожи одна пятая расстояние от кожи до стола, а остальные четыре пятых это от сосудов до стола. И поэтому может быть такое ложное впечатление у людей начинающих, которые анатомию не совсем представляют, что сосуды далеко. Нет, сосуды прямо под кожей. Сосуды прямо под кожей. То есть близость сосудов под пупком является анатомия является фактором риска. Поэтому надо входить в другое место. Это давно описано. Левая подреберия, разные точки. Я сказал, что надо упростить. Разные точки. Я не буду все приводить. Я опять напоминаю анатомию. Что находится под пупком? видите, это видео от нас. К сожалению, даже не все у нас так делали, как я сказал. Продолжали ходить в пупке. И вот в один прекрасный день замечательной камерой HD у нас было такое видео для моей лекции. Вот видите, ранение подвздошной или переход полой веры в общую подвздошную. К счастью, было маленькое ранение и история, как всегда, одна и та же. Это тоже закон. Ребенок был с апендектомией, тут была запланирована диагностическая лапароскопия у пациентки с бесплодием, без всякой патологии, когда последнее, что делаем, лапароскопию, чтобы наконец исключить, что у нее ничего нет. То есть патологии нет, делаем диагностику и вдруг ростное осложнение. К счастью, ее наблюдали, долго наблюдали, смотрели на КТ, большой гематомы не было, само рассосалось, обошлось. Но опять-таки я повторяю, не надо на это надеяться, обошлось. Не надо входить в пупок, пожалуйста. Надо входить в отдаление, там мы сказали, зона риска разрез, тут зона риска анатомия, которую вы знаете. Сосуды под пупком, сосуды потом идут по сторонам, но под пупком они и находятся. Поэтому что обучали, Раши, чему обучали? Чтобы отойти, надо поднять стенки. Но сегодня поняли, что это большая ошибка в каком смысле. Теоретически кажется, что так и надо делать, но технически не получается всегда в этом проблеме и все равно остаемся на уровне пупка. В этом проблема, в этом проблема. То есть поднять так красиво, как мы нарисовали раньше, показывали 45 градусов по направлению горизонтальной линии и так далее, все это не получается. Почему? Потому что зависит от анестезиолога расслабление, от ожирения и так далее. И самое главное, почему я сказал воздушные сосуды, потом можно уйти в сторону, потом можно в сторону уйти и выйти на воздушные сосуды. Это статья Баоксарда 1989 года, он изучил все-таки 100 тысяч лапароскопии и видите 82% ранений крупных сосудов было игловереша, нитрокар, игловереша. Я сказал игловереша она коварнее, потому что она проскакивает без всякого контроля, нет ретро-контроля, не чувствует оператор, что он проскочет. И смотрите, в основном ранения были с левой стороны, не с правой. Объяснение элементарное. Опять-таки, это может произойти со всеми, но все-таки статистический человек, который учился, понимал и знает, откуда риск, он так бы не сделал. Начинающие правши, они иглу проталкивают налево, когда они стоят с левой стороны. Просто посмотрите, возьмите сейчас в руку просто ручку и посмотрите, куда вы будете проталкивать правой рукой. Будете проталкивать в левую сторону. И можно так выйти на воздушный сосуд. поэтому даже первое, то, что мы раньше говорили до того, как отошли от пупка, если входите через пупок, в любом случае надо всегда сагитально, ни в коем случае в сторону не уходить. Слева интуитивный риск, справа тоже можно уйти. То есть в любом случае сагитально, чтобы пройти перед дефуркацией. Это касается уже тракара, потому что тракар, в любом случае мы вводим через пупок. И при введении тракара у нас уже больше расстояния, маленькая деталь, тракар мы чувствуем. Тракар чувствуем, надо это понять, пожалуйста, для тех, которые начинают, что игла намного опаснее, чем тракар. Тракар кажется опасным, потому что он такой широкий, большой, диаметр, и так далее. Нет, игла опасная. Статистика об этом говорит. 82% это игла. Но в любом случае поднятие стенки зависит от анестезиолога индекса массы тела. Иногда нам кажется, что поднимаем, но есть ситуации больше и больше, когда мы не можем поднять. Мы поднимаем дерму, а пупок остается лежать на сосудах. Поэтому от этого и отошли. И во всех рекомендациях написано проходить через пупок иглой нельзя в 21-м душе. Зависит от того, какой миорелаксант дан, какой анестезиолог даже и так далее. Поэтому есть работа, все это измерено и так далее. Пупок остается красной опасной зоной для пупка и для воздушных сосудов. Выход опять в левом подреберье, в левом подреберье, в левом подреберье. То есть вначале мы сказали левое подреберье из-за кишки, сейчас левое подреберье из-за сосудов, потому что в левом подреберье крупных сосудов нет. Есть опять исключение, о чем я поговорю. Поэтому сейчас все говорят, пожалуйста, неправильно сделан выбор пупка. Пожалуйста, поменяйте направление. Через пупок нельзя ходить. Поэтому то, что было вторым, сейчас стало единственным. Иглу нужно вводить только в левое подреберье. Иногда в правое, я покажу. И вводить только вертикально, потому что потенциально риск сосудов всегда есть и будет. В пупке в левом подреберье риска сосудов потенциального нет. Конечно, там есть кишка и особенно что желудок. Об этом я в деталях поговорю, потому что сам входил в желудок. В левом подреберье нет гипогастральных сосудов, таких нижних гипогастральных сосудов, которые дают кровотечение от ведения рабочих тракаров, таких сосудов нет, они находятся здесь, верхники гипогастральные, но они ближе к средней линии. Вот это, я не знаю, везение, наверное, у этой пациентки, я точно знаю, что операции не было. Я вошел в левое подреберье и тракаром также, и сразу увидел одну единственную спайку сальника, но у нее никаких операций нет. Вспомните данные ОДБРа, поэтому надо знать литературу. Для меня это не было каким-то открытием. В статье ОДБРа есть несколько пациентов, никогда не оперированных, но у них тоже могут быть спайки где-то. Интеллектуально мы знаем, есть разные воспалительные заболевания, кишечника, сигмаэдит и так далее, которые тоже могут давать такие спайки, но это правда исключение. Вот что может произойти при введении иглы в левое подреберье. Поэтому мы всегда смотрим ободочную кишку, иногда можно раздуть большой сальник, остальное я покажу, более такое грубое. В любом случае заключение, если вы хотите избежать всех осложнений от иглы, нужно систематически входить в левое подреберье. это я говорю уже несколько лет и это написано во многих рекомендациях. Сейчас посмотрим и насчет кубка я говорил, кубок это из-за женщин, потому что эстетически выгоднее входить в кубок, чем левое подреберье. И я это не просто так говорю, мы несколько лет тому назад делали интересную работу насчет трех миллиметрового инструментария Штольца. Мы опубликовали, кстати, делали гистеректомию в одной группе трех миллиметровыми инструментами, есть Роби замечательный, но он очень хрупкий, трех миллиметровый, второй делали стандартную гистеректомию и должны были найти какую-то разницу, поэтому очень детально изучили вопрос эстетики. И есть много работ насчет разрезов и эстетического видения пациентов и пациентов, не только женщин. Но оказалось, что женщины хуже видят все-таки все те разрезы, которые находятся выше кубка. В этом проблема. Все те разрезы, которые выше кубка, даже такого же размера, как ниже кубка, они воспринимаются во всех вопросниках намного хуже. В любом случае, если вернуться к левому подреберью, иглу надо вводить вертикально, где-то 4-5 сантиметров под реберной дугой, или три моих больших пальца, небольших, а три пальца, почему я настаиваю на моих, они видны тут, для некоторых могут быть еще четыре пальца, лучше чуть-чуть ниже, чем выше, потому что выше все-таки вы видели здесь сальник, есть кишка, значит 4-5 сантиметров посрединоклавикулярной линии, метеоклавикулярная линия, если медиоклавикулярную не так легко увидеть, сразу представить пациентку покрытое и так далее, это где-то передняя спина или конториор супериор, внутри то же самое 4-5 сантиметров или три пальца вводим вертикаль и вот на этом месте, это и есть точка пальмера, пальмер никогда не водил игру в пупок, но как всегда есть правила исключений и профессионализм в знании исключений, гепатомигалия очень редко бывает, но бывает и как мы не все операции записываем, но было недавно, что у пациентки с левой стороны была огромная доля печени, есть это старая, это не такая большая, как было недавно, это левая доля, спленомигалия, спленомигалия очень важна, есть страны в Африке, в других местах, где большое распространение малярии, и к нам приезжают со всех стран, и один раз во время лекции один хирург из такой склоны, он нам сказал, мы так никогда не сможем делать, потому что у нас у всех огромная, у наших пациентов у всех огромная селезенка, это тоже надо знать, да, следующее растяжение желудка, это каждодневное, во время интубации происходит, или до интубации в основном, когда масочный наркоз дают, поэтому хирург должен смотреть, как происходит даже наркоз, он за все отвечает, он в ответе за все, если будет потом осложнение, скажут, почему не поставили на загостральный зон, это не анестезиолог поставит автоматически, если хирург ему не скажет, и конечно перенесенная хирургия в левом подреберье, тоже противопоказание, я это покажу, и надо пальпировать, конечно, пальпировать, чтобы почувствовать все-таки эту селезенку, если она имеется, или друлю печени, вот, это перенесенные хирургии в левом подреберье, в основном это по разным причинам, это все пациентки, может быть, даже некоторые знают, эти пациентки с пролапсом после экстрофии мочевого пузыря у этой пациентки пупка вообще нет, у нее несколько лапаротомий, тут вообще кошмар в животе, а с левой стороны у нее убрали почку, почему, потому что после экстрофии пузыря у нее глоака, и глоака инфицируют очень легко, почку убрали слева, у нее был пролапс, надо было оперировать, конечно, мы не в левое подреберье вошли, не в последние линии, но случаи пупка нет, вошли в правое подреберье, потом у меня было несколько таких пациентов, эта пациентка тоже в одной из стран после спленектомии, конечно, в левое подреберье мы не войдем, опять вопрос в здравом смысле, вот эта интересная пациентка была тут, в Нермонии, она приехала из другого города, у нее большая киста, правого яичника, к счастью, что правого, ей отказали во многих местах, она приехала к нам, и у нее тоже была экстрафема мочевого пузыря, у нее тоже лака, но другого типа, у нее, вот то, что тут видите, это выход пузыря, и вот мы поставили катетер фолея, то есть тут резервуар из кишки, поставили катетер фолея в этом месте, поэтому вот, и можно представить, у нее серединная лапаротомия, можно представить, что с левой стороны тут все забито, и, конечно, у нее, я вошел не в левое, а я вошел в правое подреберье, и вот это обзор из правого подреберья, видите, что слева, так и есть, посредние линии спаитесь, слева все спаено, то есть, если бы мы вошли у нее в левое подреберье и посрединное линию, мы вошли бы в кишку, вот от кубка и дальше слева все забито, и из-за того, что у нее киста была большая, вот, это левая сторона, там, где резервуар, и то, что у нее была киста с правой стороны, мы все тракары поставили с правой стороны, и никаких проблем не было, то есть, всегда можно найти выход, а вот желудок раздулки, это, конечно, я виноват, я не настоял на том, чтобы, значит, поставили зонт, это просто маленький такой, нет перфораций, это тоже просто коснулись, и в один прекрасный день, конечно, я зашел в желудок, и это моя вина полностью, почему? Я спросил у анестезиолога, не раздук ли желудок, просто так спросил, невинно, и анестезиолог очень рассердилась, она сказала, нет, я никогда не раздуваю, и так далее, и так далее, и моя вина, что я не настоял поставить на загостральный зонт, потом пошел иглой. Все-таки впервые со мной произошло, я это слышал несколько раз, что ничего страшного нет, все-таки университетская клиника, хирурги рядом, позвал хирурга, который сразу приходит, и сказал, да, это на самом деле ничего страшного нет в этом месте, потому что желудок, стенка желудка, она полстая, сейчас это уже закуполилось, проблем не будет никаких, после выписки надо дать просто понизители кислотности в течение 10 дней, и все, абсолютно все. Но, 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 вот в этом большая проблема, но я не видел, как глубоко была твоя игла, а мне она показалась глубоко, может быть, она вышла через желудок, если она вышла с другой стороны через желудок, то надо посмотреть, не ранен ли панкреас, поджелудочная железа, поэтому пришлось вот все это убирать, скрывать бурсу, заходить под желудок и смотреть. К счастью, ранений не было, потому что он сказал, если происходит ранение поджелудочной железы, тогда могут быть большие осложнения, поэтому очень важно все-таки глубоко не уходить и вообще в желудок не заходить. Но глубоко не уходить это тоже очень важно, надо себя контролировать, и в этом проблема, что иногда игла уходит из-под контроля, в этом опасность иглы. Мы используем одноразовые, в основном, видите, глубоко не ушли, всегда делаем пробу, откачиваем, не зашли ни в орган жидкостью, желудком жидкости у меня не было, и потом вводим 10 кубических и обратно откачиваем, делаем только жидкость, то есть обратно в третий раз ничего не получаем, давление у нас 15, мы об этом поговорим, и 2 литра в минуту и начинаем раздувать. Проблемы, связанные с материалом. Несколько слов об игле. Я сказал, что игла является самой опасной, и самое главное, игла, она никогда не была придумана, использована в начале для пневоперитония. Такие красивые снимки мы делаем, чтобы сказать, что игла безопасная, вот это тупой кончик, и так далее, если он тупой, почему есть ранение, что он выходит, он защищает, что это типа защиты, и так далее, если защищает, почему происходит ранение. Поэтому надо чуть-чуть вспомнить историю. Иглу придумал, то есть, как всегда бывает, не сам он совсем все придумал, было что-то такое же, использовал некий Януш Вереш, венгр для пневмоторакса. В 30-х годах в Венгрии он работал для спонтанного пневмоторакса, торакса, который являлся лечением в то время тюберкулеза. Почему все важно, надо историю узнать в медицине. В 30-х годах не было никаких антибиотиков. Все появилось после. И в то время это было методом лечения. Но было много ранений и кровотечений из-за обычных игл, и поэтому была такая доминирующая идея пикс понять, как глубоко ушли. И поэтому вот система пружинки, он описал, он говорит, когда входит игла в полость, слышал щелчок. Тек! Значит, это от пружинки отскакивает, и щелчок. Но щелчок очень хорошо слышен, когда это грудная полость. Она не толстая, она не поддается натяжению, как брюшная и так далее. То есть там этот звуковой сигнал, он очень хорошо себя показывает, и безопасность, она как раз акустическая. И потом Вереш опубликовал статью, прочел которую Пальмер и использовал для него Пальмер. Нет времени все это рассказывать, но это очень-очень увлекательная история. История Пальмера, который во время оккупации Парижа в 43-м году проводил лапароскопии в госпитале Брука, а жена его на велосипеде привозила бутыли с углекислым газом из-за парижских предместий. Вот такие люди были вначале. И потом как раз очень важно сказать то же самое, что Пальмер занимался бесплодием, и он придумал идею манипулятора, чтобы показать со всех сторон матку трубы и так далее. И то же самое, чтобы показать матку трубы, чтобы отвести кишку. Он предложил позицию Трама-Маленбурга, которая была раньше описана неким Трама-Маленбургом много лет тому назад. Маленькую паузу, чтобы от серьезных тел отойти. Как делали Трама-Маленбург раньше. Вот так делали у нас Трама-Маленбург. Даже у нас в начале делали так. Или есть вторая техника Трама-Маленбурга. такая. Можно вот так. Так. Почему я много говорю о Трама-Маленбурге? Потому что переходим к главе ошибки, которые могут также способствовать вхождению в сосуде. Это и есть Трама-Маленбург в начале. Иногда из-за проблем с давлением и так далее анестезиолог просит перевести пациенту в Трама-Маленбург. Что происходит в Трама-Маленбурге? В Трама-Маленбурге пупок сдвигается краниально, лардоз увеличивается, сосуды, которые припаяны к позвоночнику, а не к столбу, позвоночную столбу, поднимаются ближе к дюшной стенке, пупок поднимается выше, то есть создаются опасные условия для вхождения в сосуд. Поэтому риск-фактор это Трама-Маленбург до вхождения в пупок. Всегда надо выводить из Трама-Маленбурга, всегда, иногда это забывают, и опять могу привести примеры, когда это стало основной причиной вхождения в сосуды пациентка в Трама-Маленбурге во время вхождения. И последнее, попытки, сколько раз надо пытаться входить через одну точку. В то время работа была сделана по поводу пупка. Чем больше попыток, тем больше возрастает риск осложнений. И поэтому только три попытки, только три попытки, если из трех попыток невозможно войти в одной точке, значит, в чем-то проблема. Или проблема в пациентке, или проблема в хирурге. Вот это одна работа, которая подытожила литературу, N это количество попыток, справа осложнений, видите, когда больше трех попыток осложнений, до 100% доходит процент осложнений. И маленькая деталь, разрез только горизонтально в пупке, только горизонтально, чтобы не пройти насквозь скальпель. Вы можете сказать, что он такое говорит, я всегда так режу, я извиняюсь, но это описано и написано, и в цифрах описано, 10% ранения лапароскопии, это ни тракар, ни игла, а это прямой скальпель, скальпель, вот скальпелем, ранение скальпелем, прямо скальпелем, до иглы, до тракар. Почему? Потому что пупок можно пройти очень легко, пупок очень тонкое место, даже у пациента к сожалению, и во-первых, разрез надо делать всегда горизонтально, и второе, нужно всегда делать пробу, чтобы понять, правда мы в душной полости или в другом месте, вот даже у пациентов худеньких, наоборот, с ожирением, МРТ показывает, что пупок он всегда тонкий, и поэтому всегда-всегда надо делать эту пробу, аспирацию, есть разные пробы, ногу, иногда в некоторых странах мне предлагают шприц с жидкостью, я извиняюсь, но это большая ошибка, первое, что нас интересует, не зашел ли я в сосуд, не зашел ли я куда-то где жидкость, если вы мне даете уже шприц с жидкостью, я аспирацию сделать не смогу, поэтому первый этап аспирации, он а, д, за, телем, нужен пустой шприц, уф, ничего не получил, замечательно, но потом это не гарантия того, что игла в полости, если игла в предбрюшином пространстве, то же самое будет, но если игла в предбрюшином пространстве, я вожу где-то 10 кубических сантиметров воздуха, никакой жидкости не нужно, если я нахожусь в предбрюшином, я создаю полость и обратно их откачаю на третьем этапе, если это большой полости кончик, большой полости все это уйдет, я ничего не получу, те, которые это знают для них элементарно, те, которые молодые не делали так, я покажу видео, начать, я извиняюсь, оп, должен вернуться, быстро проскочил, так, это еще видео с той поры, как в пупок мы входили, все не успеваю поменять, вот, откачиваем, ничего не получили, очень хорошо, не в аорте, но, смотрите, ввожу 10 кубических и стараюсь опять откачать, видите, и обратно получил, значит, я не в полости, я в стенке, то, что мне нужно, это тут, я ввожу 10 кубических и ничего не получаю, 10, они растворились в кавычках большой полости, поэтому я могу подключить, вся безопасность во всех сферах, она многоэтапная, многофазная, это был второй этап после правильного ведения, и следующий этап это наблюдение за инструктором, давление должно подниматься медленно, постепенно, подача, вторая колонка, 1,5, не должно вот так делать, подниматься, опускаться, подниматься, опускаться, когда делает так, поднимается, опускается, значит, игла касается, чего иногда, иногда, чего-то, иногда отходит, и так далее, поэтому в начале, во-первых, давление должно быть меньше 6, и потом должно подниматься постепенно, и самая большая глава, которая до сих пор, я шокирован, могу сказать, вызывает еще вопрос, недавно я видел у некоторых коллег, почему мы все это делаем, почему мы так долго говорим об игле, чтобы раздуть полость, чтобы отвести момент введения тракара от крупных сосудов, но надо понять две вещи, есть поднятие стенки, и есть сопротивление стенки, это разные вещи, тут вы можете сказать на картинке, что есть поднятие стенки где-то даже 10-15 сантиметров, но вы не можете ничего мне сказать насчет сопротивления, сопротивление зависит от давления рюшной стенки изнутри, поэтому самым главным является внутрибрюшинное давление, некоторые, которые еще говорят об объеме введенном, я бьел 5 литров и могу войти тракаром, я извиняюсь, это просто медико-легально опасно, объем газа, кто-нибудь точно поставил на ноль, когда начинается инсульфляция, нет сброса на ноль, может быть там что-то вышло уже и из этих 5-3 уже в операционной, а не в брюшной полости, это раз, второе, объем зависит от пациентки и зависит также от релаксации, а сопротивление объективное всегда одно и то же, одно и то же в смысле вне зависимости от других факторов, и поэтому, чтобы сразу перейти на ответ давление изнутри должно быть минимальным, минимально 15-ю, да не минимально хочу сказать, минимально 15-ю, чтобы не было вот такого, когда входим, то есть это не максимальное, а минимальное, минимальное значит можно поднять больше, и это не только можно, но нужно все наши молодые, они настолько научены, не только испуганы, они поднимают до 20-25, а учеба началась давно, 99-й год, Харри Райч, все его знают, он пионер во всем, и у него была статья насчет безопасного ведения тракара, они смотрели, мерили, когда давление 12 или меньше, расстояние от кончика тракара до сосудов в маленькое D, меняется, стенка не сопротивляется, и можно очень близко подойти к сосудам, когда давление больше 15, это уже большое D, то самое главное этой линии нет, стенка больше не опуская яйца, сопротивление изнутри больше, силы, которые прикладываются к наружу, и кстати, поэтому тоже тракар должен быть хорошо отточенным, чтобы не сильно напирать, это только при условии сильно наточенного тракара, и поэтому те же самые тракары безопасности, они самые опасные, потому что приходится очень сильно протолкнуть, к этому еще вернемся, и потом было много статей, много статей, где было написано, что рекомендация идет до тридцати, никакой опасности нет, ни для кого, недопонимание этого немножко похоже на недопонимание значимости вакцин, если человек занимается хирургией, лапароскопией, не понимая, что тут никакой опасности нет, поднятие давления, потому что это временное, значит, он должен прекратить заниматься лапароскопией, я извиняюсь, но недавно у меня была такая дискуссия с одним участником наших курсов, который сказал, что он всегда так делал, не будет поднимать до 15 и больше, потому что это опасно, я ему не сказал, что лучше, если он не будет оперировать, но смотрите, это работа, есть другие, посмотрели разные параметры сердечные, сатурацию, в том числе показатели сердечные, клиники у женщин, давление было разное от 15 до 30, и никаких изменений нет, есть маленькие изменения, которые хорошо переносятся, но ключевое слово, это не рабочее давление, это давление для ведения тракара в безопасном месте и безопасно, и все, и это длится 2-3 максимум минут, и поэтому все взаимосвязано, поэтому я вначале говорил насчет команды, команда должна четко это понимать, у нас всегда стоит сестра рядом, велит рака, она спрашивает, потому что давление всегда от 15 до 20, 25, 30, потом она всегда спрашивает, насколько я уменьшаю, не то, что я уменьшаю, насколько, почему, потому что у нас идут постоянно работы, я вам говорил, иногда это 10, иногда 8, иногда 6, я говорю, начинаем с 10, потом я еще уменьшаю по ходу, если я смотрю, что могу работать на 6, я практически сейчас работаю на 6, почему, потому что мы науку делаем не просто для науки, однозначно для пациенток лучше, однозначно для пациенток в возрасте лучше, в основном я делаю пролапс пациентки в возрасте и однозначно они лучше переносят 6, даже лучше, чем 8. В чем проблема? Давление для нас также расширитель, если нет достаточного давления, иногда стенка двигается, но потом уже с привычкой, с опытом уже не мешает, но, конечно, опять-таки не надо быть догматиком, если я вижу, что сложно работать на 6, я поднимаю до 10, даже до 12, но, конечно, на 15 мы никогда не работаем, исключением опять, исключением из правил является марселяция, марселяция всегда делается на 15, но марселяция тоже длится, сколько времени она длится, 10-15 максимум, поэтому надо все адаптированно подходить к вопросу и знать все. Я нашел одну статью 1973 года, они использовали 30-25 еще в то время, и на старых инсульфляторах есть еще 25-30 как допустимая зона. Почему это опасно? Потому что опасно для анестезиологов, в кавычках, потому что опять вопрос жгута, сосуды пережимаются и кровь не поднимается от нижней конечности к сердцу и падает сердечный выброс, сердечный выброс падает, изменения начинаются после 12, в этом проблема, поэтому, конечно, даже больше 12 работать нельзя, не надо. Некоторые могут сказать, есть такая безгазовая лапароскопия Газлес, это наши фотки, мы пробовали, но я специально эти фотки показываю, во-первых, это был тупик, некоторые еще продолжают, потому что неравномерно стенка поднимается, в одном месте она растягивается, в других нет, и потом у пациенток были синяки и боли в этих местах. Зачем? Мы убираем боль в одном месте, в другом повышаем, зачем? Никакой выгоды хирургической нет, потому что нет такого разномерного раздутия душной полости. Можно подытожить, до ведения тракара 15 и больше, а во время работы давление должно быть от 8 до 10. Если есть опыт, можно работать на 6. обработать И, конечно, нужны аппараты, это очень важно, которые правильно показывают. Вы знаете, касается всех аппаратов, иногда показатели могут быть неправильными, а когда дело касается безопасности, это может стать медико-легальным, поэтому надо их постоянно проверять. Маленькую деталь я добавил, эти фильтры у нас одноразовые, потому что эти фильтры увлажняются и из-за этого иногда они могут менять параметры того, что видно тут. И, конечно, сейчас у нас новое поколение, уже второй год вот этих новых инсульфляторов, я прямо в операционной сделал эту фотку, у нас в начале стоит так, 15, два для иглы, две для иглы, и тоже не исключение, иногда поднимаем до 20, до 25, когда нам кажется, что стенка недостаточно поднимается. И то, что я говорил, давление должно подниматься постепенно, а подача должна падать постепенно. И надо пальцем постоянно контролировать. Аппарату доверяй, но сам проверяй. и это очень важно, потому что пальцы, вы так учитесь, даже я иногда тестирую своих ассистентов, говорю им, положите палец и скажите, какое давление. Потому что, когда ты это делаешь постоянно, даже пальцем можно сказать, правда ли там 15 на аппарате или нет. Потому что бывали случаи, когда аппарат неправильно показывают. 15 в кубке, достаточный разрез, дополнительно стенку не поднимайте, пожалуйста. Если 15, зачем дополнительно, это сплошь и рядом, я вижу во всех странах. 15 или больше, дополнительно стенку не поднимайте, пожалуйста, сплошь и рядом. и надо всегда венчивать. Никаких безопасных тракаров в природе не существует. Этихетка безопасности это прямой путь к осложнению. Самый безопасный тракар, и это было опять-таки научно доказано, в чем вопрос. Все так называемые безопасные тракары, они нуждаются в большей силе проталкивания для вхождения. Вот в этой работе сравнивали тканические, пирамидальные и режущие, якобы безопасные. Видите, для них нужно больше силы, чем для пирамидального. Поэтому самый безопасный тракар вот этот, пирамидальный тракар, потому что грани пирамиды они режут, 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 режут. Грани пирамиды они режут, и поэтому без всякого проталкивания, то есть мы лучше контролируем, мы входим и самое главное чувствуем вхождение. 45 градусов сагитально. Разрез горизонтально, вот тут уже раздута полость, это первое. Мы делаем всегда инфильтрацию, видите, вела стоит в левом подреберье. я нажимаю почему в руку еще, чтобы больше давления было впереди, и все. Прямой тракар, прямой тракар, нет необходимости раздувать, но стенку-то надо поднять, вот тут надо стенку руками поднимать, но надо знать, что это остается слепым методом, но я уже говорил, что легко это делается, самое главное, легко можно этому научиться, очень легко можно этому научить ассистента, есть еще одна вещь, игла, она под углом кисти, и поэтому контроль от этого тоже теряется, а тракар он проложение кисти, то есть намного лучше контролируется угол и сила, и я ничего не придумал, это 1978 год, но опять-таки противопоказания, аппаратомия перенесенная, пациентка с ожирением, невозможно поднять, невозможно поднять иногда из-за того, что пациентка не с ожирением, но нет релаксации, это тоже проблема, поэтому хорошая релаксация является условием синекваном, и поэтому иногда сестра спрашивает, а сегодня берем иглу или нет, я говорю, подождите, пусть пациентка заснет, потом я проверю и вам скажу, то, что она не оперирована, мы знаем, то, что она с ожирением, мы не знаем, но какая релаксация, я всегда проверяю, цифры я не буду приводить, цифры все говорят о том, что эта техника безопасная, я просто покажу, как это делать, как поднимать, и маленькая деталь, когда мы чувствуем, что входим, надо чуть-чуть еще луку опустить, чтобы она стала горизонтальной, это видео старое, это Арно в отец оперирует, то есть это пленмолнии, 90-е годы, видите, он показывает все, о чем я говорил, силу не надо прикладывать, пальцы, вот этот палец, который еще защищает, очень важен, 2-3, разворота, и все. Это уже наше видео, мы делаем всегда местное обезболивание, как я и говорил, локальное обезболивание, я поднимаю стенку, как и говорил, горизонтально, с левой стороны, с левой стороны в кубке, я всегда проверяю, достаточно или нет разрез, видите, калибрую, можно сказать, беру тракар, который не проталкиваю, чуть-чуть ввожу разрезом слева, поэтому слева вошел, потом поднимаем вместе, видите, палец ставлю на защиту два-три раза, и мы внутри, и самое главное, чувствуем очень хорошо, и поэтому его можно легко научиться. мы сказали игру не вводим в кубок из-за того, что там могут быть спайки, но если игру не вводим из-за этого, то тракар тоже не надо вводить. Значит, можно, конечно, вводить, но через кишку, можно, через кишку, пожалуйста. Нет пробы для того понять, есть ли спайки, нет такой пробы. Единственный выход опять отойти от опасной зоны. То есть надо войти в левое подреберье или трех, пяти или десяти миллиметровым тракаром прямо. Иногда некоторых шокирует, я никак не могу понять, почему десяти миллиметровый тракар. Если десяти миллиметровый тракар не шокирует в кубке, где сосуды, почему он шокирует в левом подреберье, где сосудов нет. Чуть-чуть больше разрез, но если хорошо зашивать, следом не будет. Это пятимиллиметровый вид в лапаратомии среди на этуте. Потом опять вопрос здравого смысла. Спайки последней линии не мешают. Я сделаю выделение спайк, если мне нужно дойти до таза. Если эти спайки мне не мешают, я не буду их выделять. известно, что никакой клинической выгоды от таких спайк, выделения спайк таких нет, которые на передней брюшной стенке. Еще показываю видео, прислали с другого континента, очень интересное видео, оно большое, почему я настаиваю, что большое. Они сделали гистеректомию и, уходя из брюшной полости, увидели, что всю операцию они сделали насквозь, вот так, через кишку. Это в конце операции не увидели. Эти, была спайка, вели тракар, делали операцию и, уходя, хотя бы проверили, потому что иногда, правда, уходя, мы это смотрим. Поэтому есть вещи, которые не пройдут. Пожалуйста, верьте, пожалуйста, верьте людям, которые через такие вещи проходили. Иногда даже заранее это очевидно не пройдет. Зачем лезть в такую ситуацию? Зачем? Вопрос здравого смысла, но иногда блокировка в голове людей. Open. Это не наша техника, можно сказать. В любом случае, риск во время разреза, вы видели, скальпеля можно ранить. Во время тракара, ведения тракара можно ранить. Как? Я не знаю, но описано. Я не делаю, поэтому не могу сказать, но описано. Эмфизема, потому что мы делаем писет не очень глубоко, идет эмфизема подбрюшина и вторично описаны эминрации и фистулы. Интересная вещь. Не увидели кишку, которая была припаяна, и потом образуется свеч на этом месте. В любом случае, да, что я тут показал, единственное мы делаем и делали, сейчас эта мода спала практически, я не знаю, кто еще продолжает это делать, монопорт. Монопорт для монопорта, конечно, так и надо делать, потому что по-другому мы не будем монопорт, но сейчас уже у нас в клинике монопорт никто не делает, я был единственным, кто пробовал для адмиэксэктомии и все. Если посмотреть большие данные, есть ранение кишечника при ОПЕН, по сравнению с к неоперитониям намного больше, но нет ранения сосудов. Кажется, это так и есть, но описаны единичные случаи ранения сосудов все-таки понятно скальпелем или грубым движением, это просто такой аминкотический дучий, большая киста, когда просто невозможно было везти нигде ни дун ни тракар. И последнее, вот эти так называемые тракары безопасности, которые стоят дорого, одноразово, и тем более, если вы их много раз используете, это катастрофа, потому что механизм становится глубее и тупее и намного опаснее. В чем проблема? Это щит, который выходит и прикрывает якобы этот кончик, когда он проходит через брюшную стену. И говорят, вот, фантастика, это опасно, кончик опасен, когда уже в полости защелкивается, он обратно не выйдет и защита. И то есть вы можете продолжать, но проблема в чем? Во время прохождения этого кончика брюшную полость можно вызвать ранение. В этом проблема. И статистика тоже. Статистика мощная вещь, вы знаете, да? можно все показать статистикой, но тут статистике надо верить. Вот, во всех сериях осложнения в группе этих тракаров защиты. Шилд это буклее, то есть это щит. Реюзабл тракары, которые не одноразовые, нет, осложнений, наверное, есть, но в этой серии они не попали, это раз. И опять психологический фактор. Когда знаешь литературу, на эти тракары не бросаешься. Если нет выбора в разных местах, я использую. Ну, конечно, у нас все используют только металлический тракар первым. Когда человек боится, не знает литературы, ему говорят, вот этот тракар безопасности, надо его брать, конечно, у него будет осложнений. Это известный факт психологический, и это написано, опять-таки, не я преду. Все фатальные случаи, анализ базы данных МДА, все фатальные случаи, это только тракары, такие безопасности или оптические тракары. Одна публикация, вторая публикация, там все 100% другой, 87%. Это и есть оптический тракар. Это я взял рекламу. Реклама красивая, да, замечательно, все фантастика, видно, я брюшной полости. Но проблема в чем? Что они говорят? Вот, вы слышали лекцию, вы читали, спайки у пациентов не всегда будут, максимум 50%, зачем ходить в левое подрибение, туда-сюда, берите наш тракар, и вы увидите спайка там или нет. То есть это такой носенс хирургический, это уже потом поздно, там она, если есть с кишкой, это поздно. И опять-таки это не мои слова, я вам показываю, как этот человек на ютюбе это показывает. Вот, смотрите, я вхожу и вижу, что там спайка, не видно, да, содержимое кишки, и он очень рад, что увидел эту спайку этим тракаром. Я думаю, даже стыдно такие вещи показывать, и потом ставим тракар в другое место. Есть, опять-таки, не надо быть догматиком, есть очень интересная система ушторца, которая называется эндотип, или система терномяна. Эта система входит в класс таких оптических тракаров, но она немножко по-другому работает. Она, во-первых, не одноразовая, и она не нуждается в усилии, потому что она венчивается, то есть риск намного меньше, венчивается, то есть там резьба, она режет и венчивается, и можно ее использовать, она намного безопаснее по сравнению с одноразовыми системами оптическими. И эта работа, она наглядная. Швеция, все-таки, Швеция, даже введение ковида показало, что она очень продвинутая страна, да, и смотрите, осложнение, не только осложнение, прямо ранение ОООРТы во время хирургии желудка, хирургии ожирения, байпас у пациентов с ожирением, то есть сложной лапароскопией ситуации, национальный обзор только за один год, 2009-2010, да, то есть недавно, можно сказать. Анализ показал в течение одного года пять ранений ОООРТ, и все произошли у тех пациентов, у которых использовался этот ракар оптический, одноразовый, то есть ракар, который был сделан для уменьшения риска, он был как раз, он был ответственным за ранения и написано, что была также смертность от таких ранений ОООРТ. Поэтому, пожалуйста, забудьте такие вещи. Единственное, на мой взгляд, это тернамян, но надо налочиться. Поэтому, если подытожить, я скоро закончу. В жизни иногда надо делать выбор, и в хирургии тоже, и всегда надо основываться на разных критериях, не только на внешности, потому что мы должны войти слепо и нет видимости того, что происходит в душной полости, но у вас есть голова, у нас, и надо сделать синтез разных элементов. Перенесенный лапаротомий, индекс массы тела. Да, камера, кто происходит? Остается 10 минут, и есть вопросы, вам еще долго? Я за 5 минут закончу. Значит, 5 минут, я закончу. Значит, все это мы сказали, то есть, надо сделать синтез, значит, перенесенная хирургия, ожирение, плохое ослабление, все это есть, входим только левое подреберье игрой, и потом вводим тракар, если есть перенесенная хирургия в левое подреберье. Если этого всего нет, я вхожу в купок не иглой, а я вхожу прямым тракаром. То есть, по-моему, тут я больше ничего не скажу, поэтому, чтобы быстрее пойти, у меня тут были разные ситуации отдельно показаны, еще подытожены. Я забыл, что у нас 5 заканчивается по-нашему, что я еще хочу просто сказать насчет боковых тракаров, значит, после перенесенных лапаротомий никак недопустимо входить через купок. Вот, да, очень часто мы видим, что тут, что просвечивают стенку, пожалуйста, просвечивание не помогает, вот эта анимация показывает, это крупные сосуды опасные, крупные сосуды это сосуды эпигастрика, нижняя эпигастрика, и чтобы обойти их нужны навыки и знания. Все, это очень просто. Анатомия нам подсказывает, они находятся в мышцах, они внутри фасции опонавроза прямых мышц, а где мы вводим тракары, то вместе их не может быть, не может быть, поэтому мы должны ориентироваться не просвечиванием, а пальпацией, чтобы определить, мы их вводим уже, когда у нас оптика брюшной полости, то есть мы видим, где наш палец, определяем границу прямых мышц и вводим в этом месте. И это линия, которая идет от спины или оконтериус супериор до пупка, граница одна треть наружная, две трети внутренней, вот на этой границе вводим, и справа это соответствует точке макбур не я. Очень быстро я видео покажу, у меня два видео вместе, и так, под прямым углом, вот, смотрите, я пальпирую, пальпирую, делаю разрез, и под контролем, вожу под контролем, наружу, видите, никакой трансиллюминации там нет. А что делать, если неправильно били? Бывает такое, даже недавно мне позвали коллеги, как они смогли, я не знаю, единственное, что помогает, что это все YouTube и так далее, вот этот якобы безопасный тракат, и видно, что прямо в сосудах вводится. Нужно иметь иглу BC для прошивания, то есть ракар не трогаем, заводим нитку с одной стороны, с другой выводим и по ходу сосуда прошиваем и оставляем на тампоне 24 часа абсолютно достаточно. Я все практически сказал, значит, системы нет полной, не надо думать, что я крутой, я такой мощный, я знаю, как ставить тракар, у меня все получится, надо знать среду, куда мы идем, должна быть полная информация насчет того, куда мы идем и какие могут быть опасности. Пожалуйста, я готов для вопросов. Спасибо большое за очень содержательную и интересную лекцию. Возникли вопросы. Первый вопрос от ординаторской гинеко. Так себя обращали. Обязательно зашивать брюшину в области тракара? Рабочие тракары 5-миллиметровые они на уровне перекрещивания паневрозов облигус, там, где точка макбурна и так далее. Кстати, из-за этого тоже это интересное место. Там грыжевание очень редко бывает. У нас было одно, по-моему, много лет назад. Купок чуть-чуть мы под углом входим, там ткани они плотные, если нет, пациент уже грыжи там зашивать нет смысла, но средняя линия, она расширяется, когда мы работаем долго, я говорю, тракар 10-12, который используем за шитя, мы ее туда, растягиваем до сюда, и эта линия, она расходится. То есть статистически в этом месте намного больше риск грыжевания после использования тракаров 10 и больше. Поэтому это место мы зашиваем систематически, как только использовали тракар 10-12, это автоматически дело. Не поняла Фанинштиль и место операции по поводу аппендицита показания к вхождению в области левого подреберия. Фанинштиль у пациентки была гинекологическая операция, риск статистически есть того, что будет спайка кишечная на уровне пухка. Намного реже риска, но все-таки есть риск. Поэтому надо все-таки ходить в левое подреберие. Макбурней, я говорил, я это тоже видел, Макбурней, если пациентка говорит, у нее был простой аппендицит, риск минимален, но пациенту я спрашиваю, не был ли перитонит, не стояли ли дренажи, тогда есть риск того, что могут быть кишечные спайки на уровне пупка. Опять-таки риск минимален, но может быть. Риск минимален после фанинштиля гинекологического, например, убирали миому, матку и так далее. После кесарева фанинштиля кишка к кубку не припаивается. Статистика об этом говорит. Следующий вопрос от Антона Бабушкина с Прибалтики. Вы раз в протоколе рекомендуете избегать установки назогастрального зонда. Как вы относитесь к такой рекомендации в свете систематического вхождения в левой либерии? Абсолютно. И раз сопротивляется установке любого травмчика. Зонда как называется катетера фолея, дренаж и так далее. Но то же самое во время операции мы ставим фолей. У нас есть протокол ГАК, мы называем пациент, кто уходит и так далее. Во время операции, если фолей не поставить, можно проткнуть кузы. То же самое, если я считаю, что есть риск хранения желудка, я ставлю назогастральный зонда во время вхождения. Потом можно его убрать, когда у нас уже глаза в животе и мы видим, что никакого ранения желудка нет. Можно его поставить убрать. Это намного безопаснее, чем такая попытка всегда следовать этому протоколу. Опять-таки вопрос от ординаторской кинекологической. Зачем тогда пользоваться иглой, я так понимаю, веряще? Если большой риск ранения, тогда лучше пользоваться тракаром. прямой тракар, потому что не у всех пациентов возможно поднять стенку, есть пациентки с ожирением, есть пациентки с перенесенными лапаротами, и есть пациентки, у которых плохая релаксация. Например, пациентки с бесплодием, женщины, которые никогда не рожали, худенькие, у них иногда очень плохая релаксация, там невозможно поднять даже стенку, крупные мышцы такие нерелаксированные. Опять-таки вопрос от них. Лапароскопы выполняют только под общим наркозом? Да, да, я думаю, этот вопрос сегодня не обсуждается, никакого приемничества местного нет. Мы когда-то делали, в Грузии я сам делал когда-то, очень давно, когда были другие причины, и поэтому не было наркоза. Но сегодня в развитых странах, я думаю, к этому возвращаться нет. Если есть вопросы решенные, это уже давно решенный вопрос. Вопрос от Ксении. Есть возможность посмотреть видео наложения пневмоперитониума в точке Пальмера? Какого видео? Нет, мое было видно, это видео, наверное, от Пальмера она спрашивает. Да. Если успеем. Ну, пока задам другое. максимально можно использовать с давлением. А, при вхождении, я ведь сказал, на современных инсуфляторах сегодняшнее давление это где-то до 30, больше на сегодняшних не написано, раньше было больше написано. до 30 поднять, это в статьях написано, никто вам ничего не скажет. Практически у нас молодые поднимают до 20, 25, и поэтому такое возможно. Что касается рабочего давления, то рабочее давление не должно быть больше 12. Я сам говорю, я работаю в среднем 8-6. И от них же вопрос, чем плохо использование длительно повышенного давления? А, чем плохо, однозначно намного больше болей, это однозначно, однозначно. И второе, больше спаек, больше проблем у анестезиолога, диафрагма не двигается как надо, и болей анестезиолог, сразу говорит, хороший анестезиолог, что беспокоит. Так, я нашел видео, просто почему у меня исчезло, я не могу поделиться с экраном Мираб. Не знаю. А, есть, сейчас, 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 вот. Чем плохо? Да, можно продолжать вопросы? Да, значит, Идет видео? Андрей, идет, Мираб? Идет, но медленно очень. Ну, медленно, это титры. Хорошо. Андрей, спрашивай, Андрей, спрашивай, на каком сайте можно читать эти работы, которые вы приводите, и есть ли там русскоязычные? Нет, русскоязычных нет, одного сайта нет, я извиняюсь, я годами набираю эти, эти, как его, статьи, нет, нет, я извиняюсь, пусть он мне напишет, я ему могу все послать, я всем посылаю, видите, да, вот, канюлю он нарисовал, даже, канюлю, 55-й год, я вам напоминаю, самое интересное, сейчас увидите, вопрос, смотрите, без перчаток, без всего, мы уже о масках не говорим, видите, что он вертикально ввел игру, с пешнем и так далее, ясно, вопрос из России, одноразовые фильтры можно использовать несколько раз? Нет, Мираб, почему ты не отвечаешь, почему я должен на себя принять удар? Я понял, это запись давления, как я понял, это запись давления, которая раздувает. Потому что они посчитают, что мне надо продать, поэтому говорю, нет, а то, что это называется одноразовым, это уже подразумевает, что нельзя. В одном месте видно лицо, очень коротко так, вот, вот, вот и все. вопрос от Федора Бежинаря по поводу оптических тракаров был, но вы уже в своем рассказе ответили. все остальное уже благодарство. Спасибо вам. Приблизительно, Ревас Георгиевич, мы на какое время будем планировать второй вебинар? Второй будет насчет электрохирургии, как раз нужно два часа. Когда скажете, можно найти один четверг, если четверг людей устраивает, вот так же один из четвергейм, четвергов в этом, как его, в сентябре уже можно найти. В сентябре, хорошо, мы тогда с вами спишемся и большое вам спасибо всем за вам большое спасибо за доверие, за терпение. Спасибо всем большое, до новых встреч, пишите, вопросом мне на мейл, который я указал в чате, и так, Ирлан Муканов поднял руку. Говори, Ирлан, включи микрофон у себя. Не хочет. хорошо. Ладно. Спасибо большое, Миран. До встречи. И значит, скоро сообщим о следующем вебинаре. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо тебе. Ирлан Муканов.